всем здравствуйте мы начинаем я вижу сейчас четырех присутствующих с нами и не хочется открыть пространство которое называется как практически инструменты музыкотерапии для национального благополучия и сегодня в течение трех часов буду с вами зовут мне елена валентиновна на сегодняшний момент я заведую отделением консер-дивидуальной психотерапии института практической психологии психоанализа и руковожу программой мультимодальной терапии творчеством и являюсь специалистом как в области терапии искусствами так и в области атмосфер-дивидуальной психотерапии и в области музыкальной терапии. Сегодня пойдет время в разговор о фактических инструментах музыкотерапии для взаимодолагополучия. Мне очень хочется вас пригласить в звуковой мир, который нас окружает, который буквально нас окружает не только мелодии голоса, мелодиями, которые мы слышим из различных источников, но и также слышим ритмы и реагируем на различного рода звуковые колебания, слышим и не слышим и нашим ухом. И, конечно, наш мир устроен таким образом, наш живой мир, человеческий мир устроен таким образом, что мы находимся в пространстве отношений. И отношения — это то, что очень сильно влияет на нас, влияет на наше эмоциональное благополучие. И буквально отношения выстраивать среду, в которой мы взаимодействуем и живем в своих особых коммуникациях, в своих особых пониманиях окружающего мира. И, наверное, сегодня больше будем говорить о предмете, психотерапии, которым, собственно, и занимается психотерапия. Это исследование эмоционального аспекта в различных сферах жизнедеятельности человека. И мне очень хочется пригласить вас в такую, может быть, интерактивную историю общения, потому что, собственно, сама по себе музыка, она является важной частью нашей социализации, важной частью нашего встраивания в окружающий мир. Поэтому, как только у вас возникают какие-то вопросы, пожалуйста, пишите, откликайтесь. Может быть, у вас появятся какие-то тоже рассуждения, найти его, пожалуйста, тоже пишите, для того, чтобы мы выстраивали интерактивное взаимодействие, чтобы то, о чем я говорила, корректировалась, благодаря вашим запросам и вашим интересам и тем, что вас, собственно, привело сегодня на нашу встречу. Ну вот как-то так. Немножечко хочется сказать о том, почему я люблю музыкальную терапию, почему она меня привлекает и зовет, и почему я верю в этот инструмент. Для меня музыкотерапия — это, в первую очередь, естественный способ возвращения себя к себе, возвращение себя собственного ритма жизни и нахождение каких-то очень простых форм восстановления эмоционального равновесия. Я как-то на одной из наших встреч рассказывала историю, которая для меня открылась немножечко с другой стороны. История о том, почему колыбельные таковы, как они есть. И для меня был действительно удивительный тот факт, что колыбельные испокон веков пели взрослыми людьми для самих себя. Именно поэтому такие странные тексты, именно поэтому в этих колыбельных есть различные страшилки, пугалки, которые поются очень низким грудным, таким даже не грудным, а низким грудным, более к голосу живота. Голосом с очень размеренным темпом, с очень размерным ритмом, с очень таким весомым дыханием. И это правда удивительно, потому что когда пропивались все страхи, когда пропивались все то, что произошло за день, когда пропивалось все то, о чем думается, всевозможные слова, которые приходят в этот момент и встраиваются в какой-то очень свой особый речитатив, на какую-то очень такую телесную музыку, тогда приходит успокоение ко взрослому. И тогда как будто бы все тяготы и заботы, не то что как будто, тогда все тяготы и заботы его жизнь отпускают, на мгновение, когда он выкачивает малыша. Он успокаивается, говоря танцевально-двигательным языком, телесным языком, он заземляется, и к нему приходит такое вот благостное состояние, и в этом переживании малыш гораздо быстрее засыпает. И это действительно очень удивительная вещь, потому что именно музыка в своем ритмическо-звуковом проявлении помогает нам выстроить особое отношение с миром, помогает нам выстроить особое отношение со своим внутренним миром, с миром коммуникации, с миром взаимодействия. И именно поэтому я считаю, что музыкотерапия в данном случае является необходимым инструментом и эффективным, естественно, для восстановления эмоционального благополучия. И на сегодняшней с вами встрече мы поговорим еще и о музыке мозга. Меня очень тронула концепция, которая описана в книге под одноименом названием «Музыка мозга» Анит Прен и Кьел Ревенс, которые как раз рассказывают, что наш мозг тоже устроен, тоже очень похож на все вроде такого фортепиано, где есть определенные зоны и определенные аспекты, которые отвечают за наше эмоциональное благополучие. И вот мы сегодня с вами будем соединять музыку, которая дана в звуке и в ритме, и наш мозг, который как раз отправляет сигналы, перерабатывает сигналы внешнего мира наших внутренних переживаний и дает сигнал нашему организму о том, в каком ритме, в каком режиме нам с вами работать. Ну вот как-то так. И мы с вами начинаем. Проводились исследования, которые показали, что для того, чтобы изменения произошли, необходимо не просто думать о чем-то, размышлять, интересоваться, читать, делать какие-то умозрительные выводы. Это не помогает изменению. Это помогает только созданию пространства вопросов. Изменению помогает называние и делание. Изменению помогает как раз восприятие того, что я вижу, что я чувствую, его описание и делание. Делание очень простых шагов. Поэтому сегодня мы с вами тоже вместе будем делать маленькие простые шаги для того, чтобы встретиться со своей собственной музыкой, которая живет внутри каждого из нас, у которой есть и мелодия, у которой есть и свои особые ритмы. Для того, чтобы встретиться с теми звуками, которые вас окружают и каким-то образом создают для вас среду сегодняшнего слушания. и также, конечно же, встретиться со своим особым выбором и своим особым видением своего собственного музыкального пространства, которым вы себя окружаете. И, может быть, даже мы с вами повспоминаем, как менялись ваши музыкальные вкусы и как менялось ваше переживание себя в разные периоды жизни и в разных ситуациях, что помогало вам и что вас поддерживало. И, говоря о музыке мозга, очень хочется пригласить, наверное, вот такое понимание, как музыкальный тип мышления. Что это такое? Музыкальный тип мышления, он очень сильно связан с такой особенностью переживаний здесь и сейчас. Потому что, когда музыкант создает музыку, неважно, импровизирует он или играет по заученным нотам по памяти или же подбирает здесь и сейчас то, что он знал ранее, в музыкальном типе мышления есть такая особенность, как быть сиюминутно в это мгновение и проявляться сразу же в звучании и сразу же быть в контакте с тем, что происходит. И это правда очень удивительно, потому что мы не можем вернуть назад и как-то вот переиграть. Конечно, мы это можем сделать, когда уже родится другая музыка. Потому что музыка рождается здесь и сейчас, в момент проявленности, в момент говорения. Даже сейчас, когда я говорю, я тоже звучу. И если, например, вы бы не знали русский язык, вы слышали бы меня как некий речитатив или некую песню, в зависимости от того, насколько я мелодично или ненавидично говорю. Но сила того, что вы знаете русский язык и слышите меня, и аудируете те слова, которые я произношу, для вас в первую очередь то, что я говорю, это не музыка. Для вас это больше те слова, которые я говорю, которые приглашают вас, конечно, в роду фокусирование, внимание, размышление и так далее. Потому что в музыке важнее ритм и звук. И музыкальный тип мышления – это то, что укладывается буквально на десяти клавишах. С одной стороны, важен навык игры. То есть важен навык использования того или иного инструмента. Важен такой эффект синергии – это соединенности буквально с тем, что происходит здесь и сейчас на всех уровнях – и эмоциональном, и ментальном, и психофизиологическом, то есть на любых уровнях. Это то, что касается непосредственно последовательности звучания и спонтанности реагирования и проявления себя в этой реакции. Это способность к такому многократному повторению для того, чтобы выработать тот или иной навык. Потому что без этого не формируется наша навыковая возможность управлять чем-то, инструментом, собой, состоянием и так далее. Это, конечно же, такая способность к восстановлению, когда мы буквально возвращаем себя, вне зависимости от той ситуации, в которой мы встречаемся. То есть это буквально умение возвращаться, вне зависимости от того, что ты сделал ошибку, не сделал, найти способ вернуться в нужный курс. Это, конечно же, развитая лоббильность мышления. Это своевременность, такое переключение с практики на анализ и обратное. Это такая возможность обучаться, возможность решать задачи. Те задачи, которые нам действительно каждый день представляет мир или та среда, в которой мы находимся. Это, конечно, способность к диалогу и сотрудничеству. И в музыкальном типе мышления очень важно обладать социальными навыками, которые позволяют играть вместе с другими музыкантами, создавая в итоге такое многоуровневое, целое произведение искусства. Если перевести это на нашу буквальную реальность, то это действительно способность к сотрудничеству с тем, что происходит вокруг. Как бы, может быть, изначально мы, в кавычках, негативно не реагировали. Конечно, это навык присутствия. Это то, что очень важно в себе тренировать. Это возможность находиться здесь и сейчас. То, что я так говорила уже ранее. Конечно же, это раздает чувство юмора, потому что действительно весь мир игра и люди в нем актеры. И чувство юмора – это такая важная часть, которая помогает нам с улыбкой и здоровой иронией относиться к всевозможным собственным ляпам нашей жизни, которые происходят. И, конечно, это способность к адаптации, это возможность быть гибким, это адаптироваться к той ситуации, которая возникает, уметь обыгрывать все то, что вдруг возникает в жизни, включаться в различные ритмы, переключаться с ритм работы на ритм отдыха и так далее и тому подобное. Конечно, это аналогия музыкального типа мышления. Потому что то, что я сейчас говорила, это в первую очередь те клавиши, на которые нам важно опираться, создавая свою собственную музыку эмоционального благополучия. И, конечно, у нас у каждого есть свой собственный стиль и свое собственное понимание жизни. Конечно, у нас есть у каждого свой собственный темп, свой собственный ритм, у каждого есть своя способность. Как-то очень уникально, специфически встраивается в отношения. И сейчас, когда я говорю, я почему-то вспомнила советский мультфильм, который называется «Ах и ох». У них там два мультфильма. И вот есть «Ах» такой жизнерадостный, которому все ни почем, если даже там что-то упало, провалилось, или капли, или дырка, или что-то еще, он с улыбкой и иронией адаптируется, и находит возможность двигаться дальше. И есть такой «Ох», который буквально, чтобы не произошло, его сразу опускают, опускаются руки, и невозможно быть в таком созидательном взаимодействии, и сразу как будто бы мир рушится. Конечно, в силу того, что мы уже взрослые люди, и мы все те, кто уже стоим на двух ногах, и мы все те, кто выстраиваем свое пространство. И мы те, кто создаем вокруг себя то окружение, которое нас поддерживает в той или иной степени, создавая для нас, опять-таки же, в той или иной степени эмоциональную поддержку, эмоциональное благополучие. То есть мы те, кто мы есть, и мы те, кто уже может о себе заботиться. Поэтому я сейчас буду больше говорить о такой взрослой части. Потому что если возвращаться к инструментам музыкотерапии, то, конечно, в музыкотерапии мы обращаем внимание на разные формы, о которых я буду говорить чуть дальше. Но сначала я скажу о том, что в музыкотерапии мы обращаем внимание на то, что мы воспринимаем как ту данность, правильную данность, которая влияет на нас. И то, что мы воспроизводим, как некую такую активную позицию. И если говорить про практические инструменты музыкотерапии, то, конечно, это то, что мы создаем. Неважно, мы создаем для себя окружение, которое будет поддерживать и влиять на наше взаимосостояние, либо мы на самом деле сами будем производить эту музыку для себя. Итак, наш мозг в адаптации или в социальной игре с окружающим миром очень похож на клавиши фортепиано. И на славе сейчас изображено 7 клавиш, а написано, что это 8 клавиш внутреннего фортепиано, потому что 8 клавиша – это такой переход в другую октаву. Если мы вспомним ноты, то это до, ре, ми, фа, со, ля, си. Их буквально 7 нот изначально. И потом уже следующая нота до – это переход в другую октаву. И вот эти 8 клавиш. И, конечно же, наш мозг, он ориентирован на то, чтобы размышлять и мыслить, чтобы анализировать, чтобы дифференцировать то, что происходит, интегрировать, послать сигналы и так далее. То есть переваривать информацию. Воспринимать ее и переваривать. И, конечно же, в нашем мозге так называемое есть то, что поддерживает нас и то, что является важной частью, таким ориентиром – это наши ценности, которые буквально нас направляют и буквально помогают нам выбирать из многого то единое, которое является актуальным, важным и базовым. И, конечно, у нас есть наши телесные ощущения и телесные переживания. Потому что тело является по себе таким инструментом, который благодаря своей способностью воспринимать окружающий мир буквально считывает сигналы той среды, в которой мы находимся, через органы чувств. И, конечно, у нас есть так называемая клавиша восприятия, которая помогает нам в первую очередь обращать внимание на те или иные моменты, выделять из череды событий и всех проявленностей в мире то, что нас больше всего влечет, то есть выделять некую фигуру, все остальное оставлять фоном. И также, конечно, находить какую-то свою особую логику понимания того, что есть вокруг нас. И, конечно, у нас есть такая клавиша, как видение. И это перевод буквально реальности в нашу такую субъективную реальность, потому что именно видение помогает нам как-то сконструировать ту буквально реальность и сделать ее добоваренной для себя. И, конечно же, у нас есть наши цели. Цели – это буквально те задачи, те шаги, которые мы делаем для того, чтобы достичь того или иного результата. Это те наши ключи, которые мы используем для того, чтобы получить какую-то информацию, навык, умение в жизни, для того, чтобы получить то, что нас буквально поддержит, и то, что нас разовьет, и то, что сделает нас чуточку счастливее. И, конечно же, у нас есть кнопка, которая называется «Эмоции». И вот такая удивительная нота «Си», которая, с одной стороны, она все время требует разрешения, потому что в нотном стане она находится перед нотой «До». И это такой полутон, который всегда стремит к этому основополагающему. И как раз именно эмоции, эмоциональный фон, который мы переживаем, делает нас в ощущениях счастливыми или несчастными. И именно эмоциональный фон действительно очень часто заставляет нас делать целенные выборы. Именно эмоциональный фон помогает нам в выстраивании отношений или, наоборот, их разрушает. Потому что эмоции являются действительно особым ключом к управляемости своей жизни. И, конечно, есть восьмая клавиша, которая здесь не изображена, которую зовут «Успех». Это буквально та клавиша, которая показывает, насколько сложены все мысли, ценности, тело, восприятие, видение, цели, эмоции, насколько они соединены и насколько они выстраивают какую-то свою особую мелодию для того, чтобы перейти на другую ступеньку развития. Аннет и Крилд пишут о том, что работа мозга словно как джаз-оркестр, где ни один из оркестрантов не возносится над остальными и ни один не встает от общего уровня. Они четко координируют свои усилия, добиваясь максимально эффективного взаимодействия. И в джаз-оркестре есть такая особенность – каждый инструмент главный, каждый инструмент важный, и нельзя обойтись ни без одного инструмента. И поэтому все эти клавиши, про которые я сейчас до этого говорила, они являются важными и ключевыми для того, чтобы создать для себя достаточно благополучный эмоциональный фон в своей собственной жизни. И, конечно, музыка нам в этом большой помощник, потому что музыка, которая состоит, опять-таки же, из звука и ритма, она создает определенный резонанс, который, с одной стороны, может поддерживать, а с другой стороны, конечно, может создавать такой конфликт между собой и тем, что мы слышим. Поэтому, конечно, вся музыка, и я буду сейчас говорить очень достаточно бытовым языком, делится на очень простые категории. Это музыка, которая нравится или не нравится, которая приятная или неприятная, которая приглашает какие-то эмоциональные фантазии, истории, смыслы, которая приглашает вас какие-то воспоминания, или музыка, которая буквально погружает вас в какое-то очень особое практически трансовое состояние, где как будто бы нет ни одной мысли, нет ни одного образа, а есть какое-то очень еле, невозможно словами описать, или такое еле понимаемое состояние. И действительно, вся наша музыка, которую мы слышим, она может для нас складываться как некая гармоничная или дисгармоничная, как гармония или какофония, как то, что приглашает наше тело в движение, и то, что буквально останавливает, замораживает и делает нас очень напряженными и вызывает буквально головную боль и раздражение. И на сегодняшний момент, в силу того, что музыка является одним из древнейших инструментов, которые сопровождают жизнедеятельность человека, как в исцелении, поддержке, развитии и так далее, существует достаточно большое количество исследований, которые как раз показывают созидательную и разрушительную силу музыки. И действительно, музыка, она прекрасна одновременно и ужасна тем, что она, с одной стороны, как влияет осознанно, когда мы ее принимаем со сознанием, так, собственно, и подспутно, когда она вдруг вторгается в нашу жизнь такими непрошенными гостями. Ну, как, например, представьте себе ситуацию, выкладываете спать, и вы уже встречаетесь там головой с подушкой, одеялкой, и прямо, ну, буквально как-то ваше, ну, ваше тело выдыхает, и вы погружаетесь в грезы и сон, и вдруг за стенкой начинает звучать какая-то мелодия. И это окей, если эта мелодия соединится, как бы резонирует с вашим состоянием. Она для вас будет мурлыкающая, такая колыбельная, или какая-то любимая, под которую вы хорошо засыпаете. А если это оказывается мелодия, или там какой-то шум, или какофония, или, наоборот, какой-то грохот, гром, который, наоборот, как-то возбуждает вас, ну, вы буквально пытаетесь пересилить себя, чтобы заснуть, но как будто бы у вас это не получается, потому что как будто музыка оказывается сильнее, потому что тело начинает на это реагировать, начинает защищаться, и вы буквально начинаете возбуждаться, и если у вас есть возможность, вы начинаете там стучать в стену по батареям, идти к тем, кто сдает эту громкую музыку, и просите сделать ее потише. Таких случаев в нашей жизни в жизни есть очень много. И если уже даже перевести это, уйти с музыки, которая создана благодаря инструментам, или благодаря тем или иным музыкальным композициям и тем, кто является асом в этом, то есть тем, кто является художником, музыкантом, артистом, перейдем на другую историю, такую, знаете, такую очень странную музыку, ну, которая служит, на самом деле, называть прямой музыкой, но это тоже есть некое звучание, как некое звучание нашего голоса. И наверняка есть в вашем окружении те люди, которые обладают тем тембром, тем ритмикой, той тональностью звучания, которое, ну, как-то очень располагает вас, и вам хорошо, и вам комфортно, и вы чувствуете себя как-то очень уютно и тепло. А есть то звучание, которое буквально, ну, не знаю, вздергивает вас, вы подпрыгиваете, и там что-то вы напрягаетесь, что-то там такое происходит с нами. И, конечно, все это очень укореняется в нашу особую эмоциональную систему координат. Это все укореняется в наше особое понимание и такое мироустройство, внутреннее мироустройство. Это, конечно, все укореняется в нашу историю, потому что как раз, когда мы слышим звуки, они в первую очередь обращаются не столько к нашему мозгу, столько к нашему сердцу. И именно поэтому, вот когда мы начинаем так сотрудничать с ведопульсом, мы как раз говорили о том, что действительно наш пульс создает определенный ритм, и этот ритм может стать в основе той музыки, которая очень поддерживает ваше сердце, которая буквально отражает и буквально создает такое пространство, невербальное пространство, звуковое пространство объятий и принятия того состояния, в котором вы находитесь. Итак, давайте с вами достаточно быстренько пробежимся по клавишам и по клавишам мозга, и прежде чем мы с вами пойдем в клавиши, очень хочется напомнить вам о том, что звук и наш организм, они встречаются на поле такого резонирования. И действительно музыка соприкасается с нашими органами чувств намного раньше, чем другой возбудитель, потому что тело, благодаря своей пульсации, благодаря тому, что наше тело, оно все время живое, оно пульсирует, и оно находится в определенном ритме, вот в этой физической реальности музыка и тело встречаются. И проводились исследования, которые показывают, что если изначально человек не знает о том, какую музыку будет слушать, то есть мозг не включен, то музыка сразу, ну как бы напрямую попадает в сердце. И, конечно, когда у нас не включается эта сознательная часть, которая связана с управлением и контролем, наши клетки мозга, которые отвечают за слух, реагируют на возбуждение достаточно слабое, чем то, которое необходимо для передачи в мозг информации о прикосновении кожи. И буквально мы кожей, как будто бы кожей чувствуем музыку. Именно поэтому люди, которые имеют ограничения в слухе, это глухонемые люди, они великолепно двигаются под музыку. И вот я буквально недавно была на потрясающем концерте, где как раз мальчик через жестовую речь пел песню, через жестовую речь пел песню о войне. И это буквально завораживало до слез, до мурашек, потому что он передавал движениями музыку так, что буквально, ну вот я, например, не знаю жестового языка, но это то, с чем очень резонировало буквально мое тело. И я буквально понимала о том, о чем идет, ну о том, о чем поет этот мальчик. Итак, действительно, уши — это наши ворота в мир. И действительно, когда мы с вами рождаемся на этот свет, ну первое, что у нас есть, это наше тактильное восприятие, через прикосновение, ощущение, запахи, осязание. И, конечно же, мы слышим звуки. И, конечно же, мы реагируем на все то, что окружает нас гораздо раньше, чем мы начинаем видеть. И сейчас я приглашаю вас в такой очень простой историю. Историю знакомства с собой. Если у вас есть возможность, буквально сейчас на несколько секунд зажмите уши и прислушайтесь к музыке вашего тела. Если вы в наушниках, то даже то, что наушники прижимают ваши уши, то уже создается какое-то очень особое ощущение себя. И даже когда вы зажимаете уши, попробуйте позвучать, и вы услышите, как вы звучите внутри. Очень часто, когда мы зажимаем уши, мы начинаем слышать шум, похожий на шум прибоя, на шум, который есть в раковине. И который мы с удовольствием слушаем, когда и мои маленькие, и большие. А если две большие ракушки приложить к ушам, то мы как будто бы попадаем в сон океана. И слышим какую-то удивительную глубину. И каждый из вас знает, как звучит это. Потому что у нас есть наша кровь, у нас есть наша лимфа. И действительно, звуки рождаются в самой, собственно, циркуляции всех тех вод, которые у нас есть в организме. И это такой своеобразный ваш личный шум прибоя. Ваш личный шум оттока крови и притока ее. Это ваш личный океан, который есть у вас внутри. И он есть всегда. И он очень разный. У него может быть стиль, а может быть девятый вал. У него могут возникнуть воронки, и буквально нет никакой ровности, синхронности, и буквально есть такое, не знаю, взрыве. А есть некое волнение или ритмичный шум прибоя, который задает такую активность движения, приглашает всех купающих, купающихся в такой игре, как кататься на волнах. И это очень удивительно, потому что, если вы знаете, что у нашего мозга, как бы наш мозг тоже очень резонирует с различными, ну и резонирует, и связан с ритмом через волновую деятельность. Как у нас, например, есть альфа, бета, гамма, дельта, волны. Каждая из которых отвечает за свое особое такое состояние, начиная от состояния глубокого сна и заканчивая чрезмерным возбуждением. Ну, например, бета-волны, они в первую очередь ориентированы на такую активную жизнедеятельность, прям активную, активную. Это очень похоже на такую жизнь в офисе, когда нужно делать 25 дел одновременно, и когда есть очень много-много всего, и там сильно есть очень много-много возбуждения. И, конечно же, у нас есть так называемые альфа-волны, которые очень отвечают за творчество, за игру, за активность, за такое вот восприятие, за творческую медитацию, которым очень много такой интереса и которым очень много радости. И, конечно, у нас есть так называемые дельта-волны, которые отвечают за такое наше расслабление, погружение, за сон, за глубокое, глубокое, глубокое такое, ну, за глубокое, за глубокое чувствование себя в своем собственном сне. И, конечно же, у нас есть и так называемые гамма-волны, которые отвечают за расслабление, за релаксацию, которые очень связаны с нашим таким особым ощущением, извините за гамма-тета-волны, которые отвечают за такое особое ощущение, такое соединенность, практически космическое соединение. И музыка, которая звучит, она тоже имеет свою частоту. И она тоже проявляется в волне, и она тоже проявляется в своей динамике, в амплитуде, в тональности, в темпо-ритме, в повторяемости, неповторяемости и так далее. И, конечно же, это то, что очень резонирует с нашим внутренним состоянием. И сейчас я приглашаю вас нащупить пульс у себя на запястье, если вы чувствуете, либо в висках, либо на еремене вене. И попробуйте буквально чем-то либо пальцем, либо ногой сделать слышим для себя ритм. Либо можно даже так вот, ну, какой-то тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Так, например, сейчас тучит мое сердце. И это мой внутренний ритм. Но я это объяснила, потому что, конечно, я немного волнуюсь, я привыкла работать с аудиторией, когда я вижу, и для меня всегда ведение, ну, вот так вот, ведение вебинаров, когда я не вижу людей, ну, вызывает чуть больше волнения, потому что я как будто бы не знаю, насколько та информация, которую я вам говорю, для вас полезна, не полезна, понятна, не понятна. И это, ну, как бы, это вот то, что есть в моем эмоциональном фоне. И поэтому некоторые вещи я могу чуть больше, чуть дольше объяснять, чем когда я получаю какое-то такое невербальное, невербальное подтверждение. Это действительно музыка нашего сердца, музыка, которую мы всегда носим в себе. И мы без этой музыки никуда не ходим. И у нас у каждого есть свой особый ритм, свой особый пульс, свой особый ритм, который поддерживает нас и который является очень нашим. И опять-таки же проводились исследования, как держание, исследование самого ритма влияет на наш эмоциональный фон. И было показано, что действительно, если мы следуем нашему эмоциональному, такому естественному ритму, и мы держим свой собственный ритм вне зависимости от того, что происходит, то мы тогда достигаем большего эмоционального равновесия, если мы начинаем выдергиваться и попадать в ритм, который чуждый нам. Как в музыке. Если мы должны слушать любую музыку, абсолютно любую музыку, то в любой музыке мы можем найти возможность встроиться как чуть быстрее, так и чуть медленнее. Мы можем найти возможность попадать на там и быть там в каждой доле сильной или там сопровождать каждую слабую долю, сильную слабую долю. либо мы можем действительно там в месяц, например, не в каждую долю, а там раз проявляться там движением или дыханием, вдохом или выдохом в какую-то долю, в слабую или сильную, в слабую или сильную. Ну, как, например, смотрите, сказать, в дыхании есть такая особенность наша, мы с вами дышим. Вот у людей есть такая особенность, мы дышим, и слава богу. Но у людей есть такая особенность, что мы не дышим, потому что когда мы испытываем очень сильное потрясение, сильное эмоциональное переживание, человек умудряется не дышать. И тогда, конечно, не наступает кислородное голодание, тогда, конечно, начинает еще больше и сильнее учащаться сердцебиение, и, конечно, тогда весь организм начинает бить сос, потому что возникает паника. И единственное, что мы можем сделать в данный момент, начать выдыхать и буквально начать дышать тем способом дыхания, которое нам поможет как-то встроиться, как вернуться самому себе. И когда мы находимся в контакте с другими людьми, для того, чтобы действительно выстроить контакт, необходимо найти свою особую возможность дышать. Конечно, сейчас у меня нет возможности услышать, как вы все дышите, и тем не менее мы с вами сейчас могли бы создать такой оркестр дыхания. И каждый из вас бы нашел свой способ дыхания, как вдоха и выдоха. Ну, не буквально, знаете, там, подстраиваться, если я дышу вот так, вы так же тоже будете подстраиваться, дышать вместе со мной. Нет. Это буквально, когда какой-то ваш вдох совпадает с каким-то выдохом или с каким-то вдохом другого человека. И таким образом мы начинаем создавать дуэт, трио, квартет, квинтет, цикстет или целый оркестр нашей коммуникации. Нашей коммуникации, которая дается нам в переживание ритма и, конечно же, звука. И если вы обратите внимание, ну, если вы вспомните, то, если вы вспомните какие-то такие общества, организации, не знаю, команды или там классы или семью тех людей, которые живут в одном пространстве, то, ну, может быть, вы обращали раньше на это внимание, то вы вспомните, что люди в какой-то момент начинают резонировать и начинают как-то звучать например, на одной громкости, примерно, то есть начинают выстраиваться там интонационно и какая-то ритмическая история. И если, например, ну, не знаю, есть такая команда коллектив, коллектив, сейчас будем говорить про взрослые организации, где, например, начальник очень возбужден, там, очень кричит или там что-то еще, ну, на таком возбуждении такой гиперпроявленности, то, например, в любой планерке совещания, то, которое происходит, если люди позволяют себе так же говорить, то это может превратиться в такой всеобщий орг. И много будет возбуждений, много будет вот таких вот каких-то эмоциональных реакций. Даже если они не могли говорить громко и не могли вот как-то проявляться громко, то потом, когда они выходят с пространства взаимодействия, взаимоотношений, они начинают громко это так же обсуждать, там, не знаю, в местах для курения или там каких-то других местах отдаленных от кого-то от начальника. И, соответственно, сейчас другая поверхность, наоборот. Когда тихо, спокойно, размеренно, то и, соответственно, вот сам способ коммуникации тоже будет выстраиваться таким же образом. Потому что, ну, мы те, кто резонируем. и если говорить о... Извините, пожалуйста. Если говорить буквально о том, что нам управляют, это вот те клавиши, которые нас... те восемь клавиш, которые нас поддерживают. Итак, теперь давайте немножечко о клавишах. Есть клавиши... Первые клавиши это, конечно, клавиши мысли. Поговорим немножечко о мыслях. Интересно, какие сейчас мысли находятся в вашей голове и что вы там себе думаете и размышляете. Итак, наши мысли. Клавиши мысли, она буквально опирается на... на то, что поток мыслей это очень мощные мелодии, которые сильно выявят наши чувства. И у нас есть мысли-вопросы. Это буквально те мысли, которые приходят к нам. О чем он или она думает, что делать, почему это происходит, что я могу делать сейчас и так далее. это мысли-суждения, которые есть. Это оценка плохо или хорошо, как надо или не надо. Когда мы что-то контролируем, когда мы говорим, так это подходит, не подходит. Это прекрасно или не прекрасно. Это я там как-то, ну, понимаю, не понимаю. И у нас у каждого есть вот эти мерила про норму, про понимание, про осмысление и так далее. И, конечно, мысли-вопросы, мысли-суждения не создают такое пространство для исследования с одной стороны. А с другой стороны, они как будто ограничивают наше видение и не позволяют нам двигать дальше. Потому что именно эти мысли, они не помогают нам описывать наше состояние. И мы, в принципе, к этому не приучены. Потому что у нас нет такой практики, ну, в развитии нет такой практики, когда кто-то бы описывал наше состояние. А это очень важный тренинг, потому что именно мысли-описание, когда мы буквально описываем свое состояние и что происходит в данный момент и как я на это реагирую без оценки, плохо или хорошо, без, знаете, рассуждения на тему о причинах и следствиях. Когда мы пропускаем вот этот момент описания, то нам как будто бы очень сложно увидеть, может быть, тот вектор направления изменения. Потому что как только мы начинаем оценивать, мы как будто бы начинаем, грубо говоря, вешать ярлык на ту или иную историю. Потому что клавиша мысли она буквально отвечает за то, как я перевожу, воспринимая, как я перевожу вот свой способ встречи с миром, ситуациями, событиями на свой язык. Как я буквально на это реагирую. Следующая клавиша, клавиша ценностей, это буквально та клавиша, которая отвечает за то, что мы ценим. Что вы выбираете, что для вас является важным и необходимым. И для того, чтобы понять, какие ценности вас поддерживают, то достаточно вспомнить поворотные точки в жизни, что вы выбрали. Вы выбрали, не знаю, отношения или карьеру, вы выбрали остаться или уехать, вы выбрали эту сферу деятельности или другую сферу деятельности. Что вы выбрали? Вы выбрали сказать правду или умолчать? То есть, что вы выбрали? Также ценности, они очень связаны, напрямую связаны с тем, испытываем ли мы подъем или наоборот, испытываем ли мы такое какое-то опустошение и упадок сил. Потому что если наша жизнь, если наша жизнь, жизнедеятельность, она связана с нашими ценностями, то мы переживаем такой эмоциональный подъем, нам легко дается, мы входим в такой поток, жизненный поток. И нам хорошо, и у нас есть такое ощущение, что как будто бы жизнь поддерживает нас, и мы плывем по воле вон, в очень комфортном своем темпе. Как только что-то не совпадает с нашими ценностями, например, вы ратуетесь за добро, а руководство или там, где вы находитесь, то есть, где вы находитесь, больше ратует за выгоду и наживу, и не воин, а поприки, тогда происходит такой внутренний конфликт, и буквально то, что начинает нас выхолощивать, мы начинаем испытывать различного рода, как принято говорить, негативные эмоции, это очень сильно влияет на наше состояние. Мы с вами идем дальше, и также ценности проявляются, когда мы буквально взрываемся раздражением и гневом, потому что именно гнев очень сильно связан с тем, что нас поддерживает. Именно гнев связан с реакцией на нарушение ваших границ, на попирание ваших ценностей. И когда кто-то начинает обесценивать что-то или буквально вторгается в пространство ценной для вас, вы реагируете гневом. Поэтому буквально вспомните, на что вы реагируете гневно, и там лежат как раз сокровища ваших ценностей. Конечно же, ценности очень сильно реагируют на похвалу, потому что в ценностях есть такая важная вещь, как некая поддержка себя, некий внутренний пьедестал. И когда мы для себя делаем что-то такое ценное, то в теле всегда возникает позитивный аффект, а эмоционально вы чувствуете, что вы молодец. И, конечно, в ценностях очень важно, чтобы и другие люди тоже вас поддерживали. Ценности очень сильно связаны с удовольствием жизненных потребностей. И, конечно, без удовлетворения базовых потребностей, которые кругленно важны для переживания собственной безопасности, собственной важности, нужности в пространстве, мы никогда не будем испытывать эмоциональное благополучие. Никогда. И, конечно же, ценности очень сильно проявляются в ваших убеждениях. И буквально на самом деле нужно обратить внимание, что чаще всего вы говорите, какие пословицы, поговорки, какие-то слоганы вы используете, на что вас отвлекается, что вы выкладываете собственные посты в социальных сетях. Это то, что очень поддерживает вас, и то, что откликается вам и является вашей ценностью. Что происходит в мозге, когда есть талинная ценность? И как мы на это обращаем внимание? Когда мы приписываем ценность тем или иным вещам, то есть мы продаем этому вес и значимость, и тогда мандалина, которая очень реагирует на тревожное состояние, она буквально успокаивается, приходит выдох и расслабление. Почему я сейчас так долго говорю о ценностях? Потому что в музыке тоже вы выбираете, вы ей тоже придаёте вес. И какая-то музыка для вас цена и важна, и вы буквально можете сказать тихо-тихо-тихо-тихо играет моя любимая мелодия, и вы буквально переключаетесь, откладываете все дела и слушаете, и вступаете в непосредственный контакт и взаимодействие с этой мелодией. Потому что эта мелодия или этот ритм он буквально становится, он буквально поддерживает в вас какой-то вашей базовой потребности, базовой истории. Это то, с чем мы резонируем. Только на невербальном уровне. Иногда мы можем сказать, тихо-тихо-тихо играть на любимые песни, начинайте подпевать, потому что очень трогает и слова, и музыка, и вот это сочетание вербального и невербального, которое буквально буквально обнимает вас в вашей жизни. И вы, может быть, пускаете слезу, или улыбаетесь мило, или испытываете возбуждение, или вы начинаете двигаться, ну и так далее. Крича, двигаться и так далее. Следующие клавиши, клавиши тела. Это буквально это клавиши, которые отвечают за наше исполнительское мастерство. И как я уже говорила, что в музыке терапии у нас есть две такой формы, когда мы воспринимаем музыку, когда мы активно ее создаем, то есть проявляем ее. И, конечно, наше эмоциональное состояние влияет ощущение, физическое ощущение тела, наличие и отсутствие движения в теле. Конечно же, наше эмоциональное состояние влияет речь. это наш внутренний и внешний диалог. И, конечно же, наше эмоциональное состояние влияет фокус внимания и убеждения. И вот именно клавиша тела, она включает в себя все эти составляющие, потому что тело мы переживаем как телесное ощущение, потому что тело нам откликается либо напряжением или расслаблением, болью, отсутствием боли, не знаю, холодом, теплом, ну, и другими телесными ощущениями. Следующий клавиш и клавиш восприятие. И действительно, в данном случае мы говорим о том, что мы воспринимаем мир так, как мы его воспринимаем в какой-то своей особой истории. Самым таким простым способом является, ну, даже если обратить внимание на музыку, когда два человека слушают одну и ту же музыку, один говорит, «Вау, ничего себе, вот это да, знаешь, вообще прям, мне как-то так понравилось, и мне так хочется узнать, кто автор, и там, слушать еще раз, еще раз, еще раз ее, она прям тронет на глубину души, а другой говорит, фу, да ты че, прям тоска смертная невозможная, даже вообще, даже слышать ее не мог». И вот главущее восприятие заключается в том, что есть привычка удовлетворять, ну, как бы, есть привычка удовлетворения каких-то своих базовых историй. И это создается определенной нейронной сети. И у нас есть уже такие звуковые дорожки в мозге, когда мы буквально по обману, ну, какому-то сигналу, звуку, я сейчас говорю про звуковой ряд, ритму, ну, не знаю, создается у нас сразу картина и создается определенное мнение. Мы начинаем сразу как-то это воспринимать. Мы буквально трансформируем ту действительно, ту буквальную реальность, которую мы наблюдаем, ну, вот в это очень свое особое понимание. И, знаете, я могу вам сказать очень такую важную вещь, что если та или иная привычка так думать или так действовать, действовать, удовлетворяет ряд важных базовых потребностей, то избавиться от нее, ну, практически, ну, как бы избавиться, что считать, что от нее нужно избавиться, это иллюзия. Поэтому важно увидеть позитивные эффекты от слушания, от тех или иных мыслей, от тех или иных действий и увидеть, какие они, ну, какие потребности эта привычка удовлетворяет, и тогда мы можем расширить возможности восприятия, тогда мы можем расширить свой способ понимания и видения мира. И таким образом мы можем не разрушать эти нейронные связи, потому что нейроны, которые вместе возбуждаются, они действительно связаны друг с другом, а расширять их взаимосвязи, чтобы у вас была альтернатива и был выбор. И, например, если к вам привязываете мелодия та или иная, а наверняка у нас есть привязчивые мелодии, которые мы поем 24 часа в сутки, от которых мы можем избавиться, важно буквально себе ответить на тот вопрос, про что, во-первых, вы поете, если это слова, вы больше повторяете череду каких-то слов, или же с каким ощущением или с какой историей связана та или иная мелодия, потому что она как будто бы заставляет мозг проигрывать одну и ту же мысль только в музыкальном формате. Для того, чтобы буквально сменить пластинку, нужно расширить восприятие, то есть нужно либо допеть эту песню до конца от начала, либо эту песню соединить с другой песней, найти переход, и тогда буквально можно избавиться от этой, не то, что не избавиться, а изменить вот это соскальзывание дорожки. Следующая клавиша, клавиша видения. Видение, она соединяет как раз вот нашу способность воспринимать, которая дана нам воображение, и способность воспринимать и способность переваривать, ну как бы способность трансформировать, способность понимать окружающий мир. И через это выстраивается наша действительно реальность, наш особый контакт. И да, тогда у нас возникает такая субъективная история. И, конечно же, очень важно все то, что я до этого говорила, перевести в цель, потому что цель это не слова, это действие. И то, что я говорила ранее, как устроена вот именно музыка мозга. Знаете, если мы не будем играть на инструменте, музыка не случится. если мы не будем открывать рот и смыкать там связки, то звук не произойдет и вы буквально не сможете меня услышать. Если мы не будем прикладывать действия по поводу того, чтобы там услышать свой ритм сердца, но мы его не услышим. Поэтому цель это не слова, а действия. и для того, чтобы сложился топливный результат, необходимо, конечно же, обращать внимание на то, как вы формируете цели. И если мы говорим про эмоциональное благополучие и там найти музыку, которая бы сделала меня счастливым, ну, это на самом деле невозможная цель. Потому что эмоциональное состояние, оно изменяемое. И невозможно придумать звук и музыку на все века и на все случаи жизни. Нет такой таблетки номер пять, которая бы действительно делала вас счастливым, вне зависимости от того, что происходит. Адекватно, да, сохраняя ваше адекватное видение и здоровье. То есть не быть в отключении. Поэтому цель, конечно, должна быть малодостижимая. Потому что именно малодостижимая цель, которая дана в простых действиях абсолютно, ну, как то послушать свой пульс, начать выдыхать, начать звучать, не знаю, петь для себя колыбельную, когда вы приходите с работы, пока, не знаю, вы готовите себе ужин или находитесь в ванной. Может быть, поэтому есть такая замечательная привычка, да, петь в душе, да, когда мы течет душ, как будто бы промывает тело сверху, а то, что мы звучим и позволяем себе петь те песни, особенно хорошо это в научниках, да, потому что мы же себя не особо сильно слышим, мы слышим ту мелодию, которая нам играет, а мы звучим, это как мы звучим, как будто помогает нам промыть, ну, наше эмоциональное состояние изнутри, это такое тоже, когда мы поем, это такой душ изнутри, поэтому петь важно, нужно и полезно, в зависимости от того, как вы считаете, есть у вас голос или нет, есть у вас слух или нет. это, это, конечно, когда у нас цель достижимая и цель малая, тогда снижается тревога и тогда мы можем продумывать и делать какие-то шаги, и тогда у нас буквально есть доступ к размышляющей части мозга, тогда мы не напрягаемся, а больше переживаем расслабление, тогда у нас есть способность к вариативному мышлению, и тогда, конечно, здесь есть возможность добиться успеха. Поэтому мне очень нравится, как шутят сказкотерапевты, они говорят такую простую вещь, они говорят о том, что даже тогда, когда у вас сели, у вас как минимум есть два выхода, вверх и вниз. Вот, поэтому, когда мы переводим, когда мы нажимаем на клавишу цель, мы создаем такое некое активное пространство для действия, а не для слова, размышления, если бы, да, кабы и так далее. И, конечно же, клавиша эмоции, которая поможет нам уже двигаться дальше, непосредственно к музыке и что, чем, собственно, занимается музыкотерапия и как она влияет на наше внутреннее эмсальное состояние и, конечно, как она влияет на наш мозг. Итак, клавиша эмоций. И здесь мне там буквально, ну, в ключе событий сегодняшней зимы, когда очень много, многие там, действительно, очень многие сейчас болеют различного рода простудными заболеваниями и закрываются школы, детские сады на карантин и очень многие говорят про разный грипп и про его последствия. Так вот, эмоциональный грипп там тоже существует. И когда я сейчас говорю про клавишу эмоций, вот про эту ноту про эту ноту Си, то мы можем говорить «Внимание! Осторожно! Эмоциональный грипп!» Потому что мы все резонируем и мы реагируем на эмоциональные переживания. Сейчас я проговорю про клавиши эмоций и потом мы сделаем 5 минут перерыва на подышать. Хорошо? Итак, когда мы попадаем в то ли эмоциональное переживание, в то ли эмоциональное поле, то, конечно, мы начинаем резонировать с этим. И, конечно, у нас не всегда есть, ну, как сказать, достаточный иммунитет для того, чтобы не возбудиться на ту или иную эмоцию. Потому что у нас есть такая особенность в мозге. Миндальна, которая отвечает за тревогу, ну, которая отвечает за наше эмоциональное переживание и которая начинает буквально трепыхать в состоянии тревоги, она не видит различий между символической и физической угрозой. и поэтому как будто бы не существует такого, ну, как бы, такой эмоциональный, ну, напрямую эмоциональных счетов и защит без, ну, без нашего внимания, без нашего внимания от внешнего взаимодействия или от внутренних реакций. И в силу того, что мы с вами уже прошли клавишу восприятия и видения, то действительно та буквальная реальность, которую мы наблюдаем, мы ее переформулируем для себя. И у нас у каждого есть свои крючки и свои дырочки, на которые мы попадаем. И, конечно, между мужичковым миндалами и гиппоконам существует такая обратная связь, и как только мы начинаем дышать, выдыхать, заземляться, успокаивать тревогу, то в наше переживание приходит состояние такого, ну, буквального равновесия. И иногда нам очень сложно с ним успокоиться, поэтому нам буквально нужны внешние объятия. Иногда их невозможно получить от другого человека. Ну, невозможно. Ну, не все готовы там обнимать, там поддерживать, говорить ласковые слова, говорить, что ты нужен, важен, что не обращай внимания, там все равно ты самый лучший и так далее. Но, по крайней мере, есть вот музыка, которая нас может поддержать и которая буквально может создать ту среду, в которой наши миндалины, наши миндалины перестает так трепыхаться и начнет резонировать с таким ощущением спокойствия и равновесия. Ну, и вот на этой клавише С, при переходе к следующей клавиши, что же создает такое пространство эмоционального благополучия, которое приводит к нашему ощущению успешности в жизни, позвольте мне завершить и сделать небольшой перелик буквально на 5 минут. Поэтому сейчас время 17.11, 17.16 мы с вами встречаемся снова в этом пространстве. А сейчас важно подышать, попить, походить, ну, не знаю, как-то немножечко встряхнуться, потому что действительно достаточно сложно долго слушать и быть в контакте с голосом и быть в таком внимании. Спасибо. Дмитрий, вы написали, мне не до конца читается ваш текст. Поэтому я прошу администратора, если, возможно, если у вас есть весь текст, напишите, пожалуйста, вот, ну, в нашем окошке. Спасибо. Хорошо. Сейчас давайте тогда еще раз позвучу. Субтитры создавал DimaTorzok мою, баюшки, баю, баю маленькую мою. баю. Вот такая маленькая история звуковая. Мы каждый раз ее тоже сдаем. И мы каждый раз, когда мы взаимодействуем с окружающим миром, или мы внутри звучим, или мы проявляемся вовне, мы всегда развиваем такую активную форму. И мы буквально через вот это звучание делаем слушание, делаем слышим себя. И сейчас, вот, когда я звучала, ну, я буквально просто опиралась на те внутренние ощущения, которые у нас возникали, и пробовала разные проявления звуков. И у меня был в руках вьетнамский варгон, и я пробовала сначала звучать без резонатора, без, ну, вот прям буквально вот без просто пространства, вы слышите, как он звучит, да, и тогда я использую уже себя как, себя как некий держательный инструмент, он будет звучать совсем по-другому. И это то, что создает уже разные ощущения, разные восприятия. Ну, для меня вот такая метафора варгана и метафора звучания, это, ну, метафора и тех направлений, которые существуют в музыкотерапии. Так называемая активная форма и пассивная форма. Ну, так в простонародии называется, и сейчас я чуть побольше об этом говорю. Активная форма это буквально делание. То есть, когда мы с вами создаем музыку. Создаем музыку, исходя из того, что есть у нас под рукой и есть у нас всегда с нами. И если мы вспомним, ну, не знаю, вспомним записи или там воспоминания или там какие-то представления о народной музыке, то буквально на любых деревнях, в любых пространствах были достаточно примитивные народные инструменты, которые создавались из того, что есть здесь и сейчас. Там либо это кожаные мешки, которым приделались трубочки и валынка, там либо там отливали колокольчики, колоколы, которые состоят буквально из такого корпуса и язычка, либо это там, не знаю, там наиболее уже сложные, конечно, гармошки, либо дудочки из тростника, ну, из того, что есть. Но это появляется, конечно, чуть позже, потому что изначально собственно звучание и собственно звучание собственного музыка это буквально было тело, когда люди пели и одновременно двигались и они сами для себя были инструментом и поддержкой для движения, для проявления и все праздники, все хороводы, все обряды, все ритуалы, они сопровождались музыкой, они сопровождались песнями и ну, там есть у нас такие песни плач, есть свадебные песни, разбыляй песни, игровые песни, которые сопровождали игры, хороводные песни, есть там, не знаю, песни посвящения, песни там баллады, песни баллады, такое сказание и так далее. То есть это все то, что это все то, что создавало такую активную форму, через которую человек проявляется и вот это делание, оно на основе, оно существует, ну, или базируется на основе такого принципа, как базовый навык высокая чувствительность. И по большому счету, вот, для того, чтобы играть на таком, ну, на любом инструменте, ну, не знаю, там, там, сейчас вот, на поверхности, вот я сейчас стучу, достаточно, ну, достаточно прикасаться к этой поверхности с той или иной силой. И, например, барабаны, и, конечно, есть искусство игр на барабанах, но, в принципе, достаточно обладать возможностью ударять по поверхности, и у вас будет издаваться звук, и вы можете создавать ту или иную ритмическую композицию. И если говорить про, вот опять, базовый навык высокочувствительность, для того, чтобы заявить о себе и, там, ну, как-то сказать о том, что происходит у вас внутри, вы открываете рот, и начинаете звучать так, как вы звучите. Вы начинаете звучать, вы начинаете звучать, там, шепотом, вы начинаете звучать, не знаю, таким вытразвуком, или, наоборот, таким очень низким звуком, спокойным звуком, и так далее. И это то, чем вы можете управлять, и поэтому, как раз, вот эти простые колыбельные песни, и простые, какие-то формы, формы звучания, они являются очень естественным для организма, и это то, что создает такое, то, что восстанавливает эмоциональный поток внутри человека. Потому что буквально звучание, это такой внутренний массаж всех наших органов. И, например, те, кто занимается йогой, и очень хорошо, ну, йогой, или любыми другими двигательными практиками, которые связаны непосредственно, там, с звучанием по чакрам. Прекрасно знаю, что действительно, это определенный резонанс, когда мы звучим из стульной чакры, это определенный резонанс, где есть определенный звук, например, нижняя чакра, такой глубины, когда мы буквально соединяемся с нашей Землей. И дальше, дальше, дальше поднимаемся по всем звучаниям, доходя до звука, и это резонансный звук, который буквально пробивает вот нашу маковку и соединяется с космосом. Потому что это то, что буквально заставляет нашу кровь и все те потоки, которые существуют внутри нашего организма, течь. Поэтому звучать важно. И мне очень нравится, вот, есть такая авторская песня, да, и не важно, как позвешь, главное, что громко. Ля-ля-ля-ля-ля. И там все поют это ля-ля, как только могут. Поэтому, действительно, практика звучания, она является очень такой важной. Сейчас, когда я говорила, вспомнила мультик, очень мой любимый, где есть собака и волк, желудок-пес называется. И когда волк пришел, когда собака позвала волка для того, чтобы благодарить за то, что там спас от холодной-голодной смерти в лесу, и когда там свадьба была, и там, ой, на горе, там запели, и волк такой сидел, и говорит, не могу, сейчас пою, потому что уже сытый, уже хорошо, переполняет чувства, переполняет эмоции, и надо их куда-то деть. С набитым животом двигаться невозможно, потому что это действительно невозможно, а душа рвется, и поэтому песня тоже льется. И, конечно, собака там пыталась запихнуть ей вот, там, кусок мяса, он с удовольствием проглотил его, и не будем сказать, ууууу, тоже запел, и таким образом проявился. Потому что в активной форме музыкотерапии мы не можем не проявляться, и мы таким образом пробиваем поток нашего эмоционального застоя. Поэтому важно голосить, важно петь, важно звучать, важно кричать, важно рычать, важно звенеть ультразвуком, важно, ну, не знаю, хныкать и издавать, шипеть, очень важно издавать разные звуки для того, чтобы буквально помогать нашим эмоциям проявиться. И, конечно, сейчас он мне скажет, внутренне зависит вопросом, что действительно это небезопасно, потому что мы все прекрасно знаем, как этот человек находится в аффекте, не знаю, раздражения и гнева, когда он открывает рот, и буквально из его рта начинает литься все то, что там, в данный момент ему кажется, он думает там из своей собственной субъективной реальности, поливая всех и вся, да, кто там, что ему сделает, что он думает по поводу, там, ну, в кавычках, да, режет правду матку, он на самом деле действительно говорит о своей боли, о своем переживании. Так вот, возвращаясь к тому, что наша миндаль не все равно символическая или буквальная реальность, когда мы это воспринимаем, мы начинаем звучать, исходя из того, что у нас внутри накопилось, и поэтому гораздо позитивнее, ну, гораздо позитивнее для коммуникации, для отношения в это звучание не вкладывать слова. Если уж рычать, так рычать, шипеть, так шипеть, а кричать, так рычать, но буквально не со словами, то есть не вкладывая в этом свой субъективный смысл, потому что это только в данный момент это только ваш мультик, который вы смотрите, и это только ваша картина мира, которая иногда абсолютно противоречит реальности. Но как только вы вкладываете в это слова, тогда начинается разрушение коммуникации, мы говорим, что эмоции проявлять нельзя, мы говорим о том, что нужно себя держать в руках, потому что это то, что разрушает отношения и так далее. И в данном случае активная форма музыкотерапии очень помогает нам буквально создавать пространство звучания, не используя вот так называемый негативный смысл и послание, которое обращено другому человеку. И в активной форме музыкотерапии мы действительно проявляем эту, ну, мы проявляемся, мы делаемся слышными, потому что ими звучим. Например, младенец, когда он маленький, у него есть единственный способ обратить на себя внимание. Кричать, гулить, звучать, издавать звуки, потому что у него нет другого способа. Он пока еще не может встать из кроватки, подойти к вам и постучать вас на плечу и сказать, эй, там, мама, перестань смотреть в телефон или слушать вебинар, обрати на меня внимание. Он пока уже закричит и будет кричать до тех пор, пока на него не обратят внимание. Но дальше очень важная история. Если на него долго не обращают внимание, то этот внешний крик в активной форме проявленности проявление себя превращается во внутренний крик и во внутренний плач. И тогда, как будто бы этот крик уже обращен не вовне, а вовнутрь. И да, и тогда нам его очень сложно достать. И тогда нам действительно нужно вот некое внешнее влияние, внешнее воздействие. И тогда мы можем действительно использовать вот то, ну, не то, что можем, очень важная цена вот эта пассивная форма музыкотерапии, которая буквально создает пространство для того, пространство влияния внешней среды на то наше внутреннее состояние, которое есть. Когда мы буквально резонируем и мы отражаем, то есть начинаем резонировать с той внешней реальностью, которая вокруг нас проявляется в звуке. И в тассивной форме очень важно, конечно, и в первую очередь обращаем внимание на безоценочное восприятие на основе принципов резонанса и влияния из него внутрь. Это как раз вот то, о чем я говорила чуть ранее, когда я говорила о том, что музыка соприкасается с нашими органами чувств намного раньше, чем любой другой возбудитель, потому что мы как раз очень те, которые резонируем на все. Итак, действительно, есть активная и пассивная форма. И очень часто пассивная форма называют рецептивной музыкальной терапией, потому что действительно определенные музыкальные подборки телевые, их на самом деле сейчас огромное количество, вы можете зайти в любой магазин музыкальный, или там на сайтах, или там даже есть такие аннотации, специальные музыкальные подборки, которые по частоте, тембру, интернастрой, тональности, звучанию, там, с разными музыкальными инструментами влияют на теле наше состояние. И, конечно, в этой рецептивной музыкальной терапии мы можем видеть, что есть позитивные изменения, и есть действительно влияние, которые и медицинские, и психологические подтверждены. Это влияние на различного рода не только эмоциональное состояние, но также и помощь в лечении психосоматических заболеваний, невротических заболеваний, в некоторых неорганических нарушениях и, соответственно, функционально-венитативных нарушениях. И, конечно, особенно, когда есть очень много напряжения внутри, вот так просто на раз-два зазвучать, песню спеть, еще при этом присоединить движения разного рода, это практически невозможно. Поэтому, конечно, существуют и такие, особенно, в делениях неврозов существуют различные формы музыкотерапии, когда буквально люди сидят в наушниках, слушают разную музыку, которая специально подбирается под индивидуальную историю. Существует огромное количество программ, которые исследуют эмоциональное состояние, потом буквально опять-таки подбирают музыку со звукорядом, с видеорядом и так далее. И вот, например, компания видопульс в своей программе на основании пульсации ритма и на основании той диагностики, которая существует, также обращают внимание и на возможность создания определенного музыкального произведения вашего сердца. Итак, которое трогает ваше сердце. Итак, сейчас мне очень хочется связать как раз вот наше эмоциональное состояние, раз мы говорим про эмоциональное благополучие и музыку. Но до этого давайте поговорим об эмоциях как важной составляющей нашей жизни. Я могу вам сказать, что в силу того, что мы с вами живые люди, для живых людей эмоция является неотъемной частью нашей жизни. И, честно говоря, мне очень нравится эта тема, потому что как раз именно это делает нас очень соединенными и со всем живым миром на земле. Потому что все переживают эмоциональные, все переживают эмоции. И сейчас я остановлюсь на концепции Лиуса Стюарта о том, что на концепции архетипических аффектов. Я буду называть их такими архетипическими эмоциями, эмоциональными компонентами. и буду говорить о том, что действительно эмоция это есть некая реакция, особенно это есть аффективная реакция в своей первозданной форме на ту или иную жизненную ситуацию. И она, конечно, связана с определенным образом и, конечно, связана с определенным жизненным контекстом, в котором есть свой ритмический рисунок, в котором есть свое особое звучание. И вы наверняка это видите и уже знаете. Может быть, никогда в такой логике не думали об этом. Но наверняка это в жизненном опыте есть, и это то, что нас сопровождает изо дня в день. Итак, есть первичный базовый аффект, мы испытываем, переживаем, это страх. Ну, чаще всего там в бытийной реальности мы называем это тревога, такая тревожность, тревога. И страх всегда появляется тогда, когда есть неизвестность, когда невозможно опереться и нет ясности, нет видения. Это буквально страх, когда вот я не чувствую опоры под ногами, я не чувствую опоры в отношениях, у меня нет ясности, у меня нет знания. И тогда я начинаю тревожиться, начинаю испытывать страх. То есть как только есть вот эта неопределенность, неизвестность, то появляется переживание страха. И страх это вот такой гром, молния, который неизвестно, когда ударит, в какой момент ударит, мы не можем это предугадать. Это буквально связано с переживанием этой бездны. Когда я начинаю падать, и я как будто не знаю, где я наступлю на это дно. И тогда возникает страх. И поэтому страх и тревога действительно очень связаны с таким внутренним хаосом. Потому что когда нет ясности, нет определенности, и если например мы слышим звуки, которые мы не можем идентифицировать, это вызывает у нас тревогу и страх. И поэтому некоторая электронная музыка или некоторая музыка, которая не ложится на наше внутреннее состояние, ритмическую историю, которая очень диссонирует, очень резонирует. Если это нагромодается, то это становится действительно очень таким вызывает определенный страх. Но существует же легенда о том, что наш Иоганн Сботян Бах знаменитый и замечательный со своими органными произведениями, он не нашел такую поддержку в церкви, только потому что эта музыка, органная музыка с точки зрения церковных служителей не отвечала за то, чтобы люди переживали, испытывали страх перед чем-то таким высоким, чем-то таким большим, грандиозным, идиозным. Наоборот, говорили о том, что эта музыка такая достаточно приземленная и заземленная. И на сегодняшний момент действительно, когда это то, что очень трогает сердце, то, что очень трогает душу, очень такая живая, и это то, что создает такое ощущение наоборот такой соединенности с чем-то очень человеческо высоким. Именно, может быть, поэтому музыка Эггана Себастьяна Богом такая вечная, и мы можем вдохновляться и переживать, и радоваться, и испытывать разные чувства и так далее. А другая музыка, например, когда есть гром, молния, какие-то очень громкие барабаны, слишком громкие, или какое-то стрежет, шипение, гремение, то, что действительно создает такую мистическую реальность, именно мистическую реальность, невозможно опереться, где есть какая-то очень нет ясной формы, то это музыка, которая будет вызывать страх и тревогу. Например, слишком громкие резкие звуки для детей действительно очень страшны, потому что их состояние организма, их мозг, он больше ориентирован на такое равномерное, спокойное состояние, спокойное переживание изо дня в день, кормление, сон, гуляние, обед и так далее. Например, если с малышом, то есть не убаюкивать его и не разговаривать во время полета в самолете, если он сразу не отключился от испуга, то он тогда устраивает концерт для всех тех, кто летит в самолете с переходом на ультразвук, потому что реально ему очень страшно, ему очень страшно, потому что он не чувствует опора, не чувствует весомость, и если например мама начинает говорить ну или тот кто с ним вместе летит с малышом, что успокойся, 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 ну это бесполезно, потому что действительно очень страшно, здесь поможет гораздо больше, что если вы просто будете петь колыбельный или просто с ним рассказывать, говорить, что сейчас мы с тобой летим на самолете, это такой автобус на крыльях, который летит по небу, опирается на облака, ну и так далее и тому подобное, тогда ваш малыш он гораздо быстрее успокоится. И так страх действительно связан с переживанием вот этой неизвестности и вот с отсутствием опоры и ясности. И так же, соответственно, мы испытываем страх в отношениях и в любых ситуациях, как, например, в нашей сегодняшней ситуации, когда мы не знаем, что будет завтра, что там будет с евро, с долларом и так далее. следующий аффект, который мы начинаем переживать, это горе-печаль. Это аффект, который на самом переживании, который всегда появляется на ситуацию потери. И когда мы что-то теряем, мы начинаем переживать эту пустоту, что было, а теперь нет. И вот когда есть это вот было, а теперь нет, тогда у нас возникает это ощущение пустоты, потери, потерянности, потери чего-то актуального, важного, значимого. И тогда теряется вот эта энергия соединенности с чем-то. И тогда мы начинаем переживать горе-печаль. И чем важнее то, что мы потеряли для нас в данный момент времени, чем глубже горе. И когда мы что-то теряем, у нас буквально что-то обрывается, разрывается и как будто на какое-то время время останавливается и мы начинаем переживать это ощущение пустоты, одиночества, вот эта пустота, такая звенящая пустота. И это как будто бы то, что буквально давит очень сильно и приколывает ваше внимание. И как будто вы больше ни о чем невозможно думать только об этом. И вы начинаете фокусироваться на этом и там как будто бы все-все-все-все-все замирает. Все замирает в своем вот как бы в своем вот этом одиночестве. То есть ну как будто ничего нет. И начиная, и наше тело начинает покачиваться и в этом есть такая абсолютность, какая-то такая равномерность, продолженность и как бы ну вот ничего не может как будто бы сдвинуть и как бы сдвинуть как бы все это долго-долго и когда вот потом уже это горе-печаль оно приводит такое состояние, которое, конечно, не очень вот иллюстрирует, но вот что воля, что не воля, все равно. То есть все равно ничего не поможет, вот я не знаю, да, хорошо. И в горе-печали мы становимся достаточно очень тихими. Это очень тихая история. И даже если мы очень громко когда приходит к нам горе, даже если мы как будто бы громко плачем там в отчаянии, беспомощности, то сама печаль вот она очень такая тихая и ну это буквально то, как извините за выражение сейчас то, как звучит кладбище, когда есть такая вот тишина. Следующий аффект ну не знаю, переживание это гнев. И гнев это такая очень важная вещь. Когда я сейчас говорила про печаль и когда говорил про горе и когда мы когда-то мы плачем очень сильно в горе то это как раз проявление такого отчаяния соединенности вот такой беспомощности и гнева. Потому что что-то вторглось и разрушило наше пространство и разрушило вот то как бы то личное выстроение механизм, который очень поддерживал нас и создавал ощущение комфорта, безопасности и так далее. Поэтому действительно тот хаос, который вдруг возникает благодаря тому, что нарушаются границы и вызывает переживание гнева. И в гневе очень много энергии и очень много таких рваных ритмов, рваных звуков, рваных... Там практически нет мелодии. Там есть крик, есть такой стакката и есть очень высокая интенсивность звучания. Если мы вспомним различного рода мелодии, которые действительно такие, которые возбуждают, проявляют и выражают через рычание, через звучание некоторые стилисты панк-рок, какие-то рок-композиции и так далее, там действительно очень много вот этого такого гнева, выраженного гнева. И действительно это такой огонь, такой огонь проявленности в огне. И есть, конечно, еще один важный аффект, который появляется только благодаря социальному взаимодействию. Это стыд и отвращение. Это очень такая социальная эмоция, потому что она появляется в ситуации оценки, когда нам говорят, хороши или плохи. Принимают мы нас или не принимают, когда к нам поворачиваются или когда к нас отворачиваются. И вот когда действительно нас не принимают, или мы что-то не принимаем, мы там от чего-то морщим носик, или там говорим фу, и мы как-то проявляем свое отвращение, либо же наоборот, мы говорим фу самим себе, начинаем прятаться, начинаем стыдиться, испытывать, ну и дальше там уже более сложные переживания, испытываем вину за все подряд, что мы во всем виноваты и так далее. И вот в этом, и здесь, вот в этой оценке, как бы есть, есть такая очень яркая форма и яркое отношение. И есть такие очень яркие характерные мелодии, которым либо вы поворачиваетесь, либо которым вы отворачиваетесь. Даже, собственно, в самом вот этом аффекте от вращения, я отворачиваюсь от чего-то, я не хочу быть с этим в контакте. Или как раз вот то, от чего я отворачиваюсь, оно, соответственно, начинает тоже переживать этот стыд и переживать то, как я, ну как бы то, что я не очень хороший, недостаточно комфортный, приятный, и от меня отворачивается. Поэтому это такой дуальный аффект, который вот создает такую историю. И, конечно же, ну и не только на этом, то есть эти ситуации такие кризисные, да, я могу ли говорить такое про кризисные, если я их называю трансформационные, эти аффекты, потому что они помогают нам вырабатывать определенные механизмы защиты и вырабатывать определенные стили реагирования, или вот как бы соединять, ну, нейроны, то есть в этот момент нейроны соединяются в определенный узор, которые потом вырабатывают определенные стили реагирования на те временные жизненные ситуации. И, конечно же, у нас есть другие еще эмоции. Это эмоции, которые связаны непосредственно с поддержкой нашего развития и с таким переходом, да, из одного состояния в другое состояние. И, конечно, поддержка невозможна без разных таких важных аффектов, таких, ну, без важных аффектов, таких как радость и интерес. И радость мы всегда испытываем, когда есть встреча со знакомым и безопасным, когда есть, вот именно игра начинает питать, подпитывать радость, и радость подпитывает игру. И это то, что у нас вызывает улыбку, умиление. И когда сейчас вы, ну, например, очень важно для себя создавать такие плейлисты вашей радости, потому что, ну, как бы это те любимые мелодии, которые приглашают вас очень, которые приглашают вас к таким приятным воспоминаниям, которые буквально вызывают улыбку на вашем лице. И, например, сейчас, когда нам, ну, например, нам далеко уже за, мы с удовольствием будем скакать и прыгать под наши мелодии, ну, такой бурной молодости, юности. И, например, наши там родители, наши бабушки и дедушки с удовольствием пустятся в пляс под мелодию бурной молодости, когда, ну, кровь кипела в жилах, и, ну, не знаю, и были какие-то сладострастные отношения и так далее и тому подобное. Очень важно, чтобы такие мелодии появлялись в вашей жизни, чтобы вы про них не забывали и не отпускали их куда-то в чердак, потому что встреча со знакомым и безопасным – это буквально то, что поддерживает нас. Поэтому так важны всевозможные фотографии, которые мы храним в семейных альбомах, и что для этого свое такое особое место. Так важны какие-то фотографии приятных моментов, и так важны вот эти радостные минуты, когда мы, ну, встречаемся, не знаю, там, с любимым волшебным носком, который мы одевали на экзамены, который приносит нам не одну пятерку, ну, и тогда там с любимой улыбкой, с улыбкой любимого человека, да, с любимым цветом, ну, и прочие другие вещи. То есть какие-то вот очень приятные какие-то ощущения, да. Конечно, есть еще и такой аффект, который нас очень-очень поддерживает, и без этого мы теряем смысл жизни, без этого мы теряем свою способность быть, знаете, в таком вот состоянии движения дальше, 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 да. Тогда вот мы… И то, что на самом деле может даже, там, да, как бы сказать, убрать почву с под ног нашей радости – это интерес, потому что именно интерес удовлетворяет нашу базовую потребность встречу с новым. И мы, собственно, живем, говоря тому, что мы встречаемся с миром с разными историями. Поэтому, когда у вас происходит день изо дня одно и то же, и вы начинаете крутиться, как белка в колесе, как пони, которая бегает по кругу, и которая даже, когда потом выходит на пенсию, ее отпускает на вольные хлеба, она продолжает буквально ходить по кругу, и вспоминать, ну, как бы вот то, что там ее поддерживало. Потому что продолжающиеся действия, монотонные действия, они снижают нашу способность к восприимчивости и вот к этой изменяемости. И кажется, что все одно и то же, ничего не меняется, тогда приходит к нам апатия, скука, ну и так далее. То есть приходит эта печаль, потому что мы потеряли радость в жизни, потеряли интерес в жизни. И потом к печали присоединяется, конечно же, гнев и раздражение, потому что мы никак не можем там что-то найти, это влияет. И потом мы начинаем действительно, ну, как-то уходить, ну, как бы уходить в такую, наверное, тревогу и переживание от того, что, ну, там ничего не изменится, что жизнь потеряна, что, как бы вот все, как бы я, там, ну, через какие-то, ну, разного рода там атаки панические могут начаться или там какой-то страх. Ну, и приходит к нам такая вот, такая форма, такая форма депрессии приходит к нам. Потому что, когда мы не питаем себя что-то новым, мы не путешествуем, мы не следуем новые, то есть мы не слушаем новую музыку, мы не следуем новые, там, звучания, мы не пробуем себя в разном новом проявлении, новом качестве, тогда у нас происходит стагнация, мы действительно провалимся вот в это болото зацикленности. И, конечно же, да, и в интересе там есть повторяющийся ритм, он, как правило, немножечко такой синкопированный, и он с периодичностью, с какой-то периодичностью меняется, и опять снова повторяется, меняется, повторяется и так далее. И есть еще один аффект, который, без которого невозможна наша жизнь, невозможно наше развитие. Это изумление, ну, еще его называют удивление. И это переходный аффект, потому что он действительно переходный. Потому что наше удивление, оно может обернуться либо интересом, если мы встречаемся с безопасным, и тогда это приглашает нас к творчеству, к исследованию, к взаимодействию. А если это неизвестно, слишком большое, то тогда это переводит нас к страху, то есть мы начинаем пугаться. И вот этот аффект изумления, это как раз помогает нам открывать, ну, как бы встречаться с неожиданным, и видеть в своей жизни то, что вдруг появляется. И вот способность удивляться, она является, наверное, такой важной, извините, важной, пинающей способностью в нашей жизни. Когда у нас что-то зовет, когда мы на что-то откликаемся, когда она что-то приглашает, когда что-то вдруг приходит в нашу жизнь неожиданно. И когда это вдруг появляется в нашей жизни. Знаете, как вот, ну, конечно, самый плохой вариант – это кирпич на голову падает, да? Но лучший вариант, когда буквально, ну, там, что-то вдруг попалось нам на глаза, или на что-то мы откликнулись, что-то там как-то, ну, не знаю, услышали краем уха, какой-то звук, который нас позвал, или какая-то картинка и так далее. То есть это то, что буквально приглашает нас извне двигаться в этом направлении. Итак, сейчас вот я рассказала буквально про эмоциональные состояния наши, которые сейчас я обозначила в такой эффективной, первоначальной природе, и их жизненными смыслами. И это абсолютно нормально, что вы испытываете гнев, это абсолютно нормально, что вы испытываете страх, что вы испытываете печаль, горе, что вы испытываете отвращение к чему-то, или в какой-то момент вам стыдно. Вы испытываете радость, интерес и изумление. Это абсолютно нормально, потому что без этого мы не чувствуем себя живыми. И в данном случае, если говорить именно в контексте музыкальной терапии, то музыка – это то, что помогает нам ожить как изнутри, так и снаружи. И, конечно, мы можем не реагировать. Иногда наши реакции бывают такие гипертрофированные слишком, и мы очень бурно на что-то реагируем, буквально возбуждаясь, и не можем никак остановиться, и как будто бы все начинает подчиняться этому аффекту, и буквально нам нужно как-то притормозить своих коней, или, по крайней мере, взять в усцы свою пряжку. Либо это буквально у нас такая гиперреакция, когда нас накрыла эмоция, и мы впали на такое аляшуковое состояние, когда мы ничего не можем, ни двигаться, ни проявлять себя, и у нас абсолютно падает все, начиная от давления, заканчивая руками, и всеми другими частями тела. В какой-то момент мы просто падаем и лежим, мы практически не живы, не мертвы, и не дыша, и вот как-то так. И наряду с этим, важно обратить внимание, что кроме этих полярных историй, как то возбуждение и падание буквально в горизонталь, такое пассивное переживание, конечно, у каждого есть свои способы взаимодействия с вашим эмоциональным миром. Кто сначала, может быть, возбуждается, потом падает, кто-то сначала упал, через какое-то время он подскакивает и возбуждается, ну и так далее. Поэтому, если говорить про музыкальную историю, то выделяются два способа управления эмоциональными состояниями. И есть способ, который мне хочется назвать как поддержка, и есть способ, который мне хочется назвать как изменение управления. И они действительно в чем-то очень схожи, а в чем-то очень различны, в чем-то очень свои. Итак, поддержка – это когда мы буквально отражаем, буквально отражаем то состояние, которое есть. И здесь, знаете, вот очень важно, ну, как бы здесь есть противопоказания. Почему? Потому что мы можем вот так поддерживать и помогать отражать только с теми, у кого есть хорошая способность к восстановлению. Есть такое понятие, как резилинс. Это способность к восстановлению первичной формы. И тогда мы действительно можем, ну, как бы выразить, отреагировать. И говоря тому, что я отреагировала, тогда, ну, приходит ко мне вот способность вернуться. И это, как правило, для, характерно для тех людей, которые, ну, у которых достаточно функционирующее эго. То есть, которые умеют управлять своими эмоциями, которые могут быть дисциплиной, у которых есть возможность, ну, проведения такого волевого акта. Ну, это, как правило, люди, которые уже, ну, достигли, то есть, ну, которые, так сказать, ну, которым уже больше 16, 17 и 18 лет. И здесь вот какой принцип работает. Смотрите. Когда я нахожусь в гневе, нужно поддержать этот гнев и буквально его выразить через, как его называют, ну, через определенную музыкальную композицию, через крики, подпевание, кричание, не важно, там, матом, не матом, там, цензурно, не цензурно, там, я не знаю, просто криками, шипениями, кричаниями, вот в той, как бы, в той музыке, которая буквально, вот, как очень часто пишут, такой музык, такой хаотический, разрушающий характер, да, я не знаю, там, каких-то, там, рок-ферн, которые звучат на различных панковых клубах и так далее. И тогда, то есть, происходит это отреагирование и в следующий момент, в следующий момент, то есть происходит такое опустошение, через которое человек потом восстанавливается. И таким образом мы поддерживаем этот аффект и делаем его максимально видимым, мы его называем максимально видимым, и таким образом через вот выплеск, буквально выплеск и опустошение, потом приходит возможность восстановиться. Ну, как вы, знаете, сплеснили, а потом раз, и это все восстанавливается. Но, опять-таки же, еще раз, это для тех людей, которые со способностью к восстановлению. Потому что, если вы это сделаете для маленького ребенка, для человека, у которого действительно нет такой способности к восстановлению, которая нужна, которая не может сам восстанавливаться, тогда он просто перевозбудится, слишком перевозбудится, и, ну, не знаю, упадет нить в этой пустоте, и будет в этой пустоте лежать достаточно долгое, ну, достаточно долгое время. Поэтому, если мы даже посмотрим на нормальное развитие, то, например, музыка для детей раннего возраста, до трех лет, очень сильно отличается от музыки для детей там четырех, пяти, шести лет, очень не отличается, ну, музыка, которую уже слушают подростки, и, конечно же, очень, как бы, ну, еще чуть-чуть, чуть-чуть, чуть больше отличается от той музыки, которую уже слушают взрослые люди. Почему? Потому что уровень возбуждения и уровень аффективного состояния очень разный. И, например, для подростков очень, ну, как бы в норме, да, в норме, опять я говорю, в норме, очень важно слушать эту отривистую, кричащую, звучащую, гремящую, такую очень, ну, как бы сказать, можно сказать, дневную музыку, потому что вот этот эффект раздражения и гнева, он еще физиологически обусловлен тем, что есть перестройка, гормональная перестройка организма, ну, буквально организм растет, он буквально вылезает из своих штанишек, и вот эта вот несоединенность в теле, вот это раздражение, вот это напряжение, оно находит поддержку вот в этой музыке, которую, ну, буквально не понимают более зрелые люди, которые говорят, что ты вообще слушаешь, вообще всякую ерунду, нет бы там, там ни мелодии, ни смысла, нет ничего. И поэтому даже на этом уровне всегда существует такой конфликт между детьми и отцами, между там бабушками и внуками, дедушками и внуками, бабушками и дедушками. Вот. И это просто важно знать, и здесь, конечно, важно не переусердствовать, потому что, например, для детей, для людей, у которых вот есть такая способность к эмоциональному возбуждению, когда возбуждение превалирует над торможением, конечно, здесь важно это чередовать и важно не злоупотреблять этими историями, потому что тогда происходит это разрушение и зависимость от этой, ну, как бы, зависимости от этой музыки. И, ну, здесь важно быть очень аккуратными. Следующий момент, следующий способ – это управление, да, управление эмоциальным состоянием. Я не люблю, не то, что не люблю, я не люблю вот это, когда, знаете, заменяют и подменяют слово управление словом «контроль», потому что это очень разные вещи. Когда я контролирую, у меня такая, ну, извините, это ригидная схватка. То есть в контроле совсем нет возможности для вариации и изменения. А в управлении есть вот эта адаптация к внешнему воздействию, и есть способность меняться, есть способность изменяться. Поэтому в изменении и в управлении есть вот этот серединный компонент, который очень сильно отличается от того, о чем я говорила раньше. Это буквально… Конечно, мы тоже опять начинаем с обозначения и называния своего эмоционального состояния. Иногда мы буквально, знаете, мы не можем назвать, потому что мы не можем пока понять, может быть, идентифицирую свое состояние, но мы можем реагировать на какую-то музыку. И на какую-то музыку мы начинаем, знаете, буквально чуть ли не отстукивать телом в такт. Когда мы начинаем отстукивать телом в такт, это то, что откликается нашему эмоциональному состоянию, потому что мы находимся вот в этой системе резонирования. Так, дальше, 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 дальше. И здесь как раз очень важно подобрать компенсирующую мелодию и ритмы, которые могут сопровождаться действиями движениями на ту или иную музыку. И, например, когда мы очень сильно раздражены и возбуждены, если у нас недостаточная способность к такому восстановлению, к резиненсу, нам необходимо подобрать музыку с более таким четким, спокойным ритмом, который помогал бы нам начать дышать и восстанавливать наше дыхание. Там, где есть как раз эта мелодия и связанность, потому что, например, гнев и раздражение, он очень отрывистый. И там есть очень много вот этого такого стакката, такой вот, не знаю, такой проявленности, ну, такого возбуждения. И тогда нам нужно это буквально все связать в какую-то мелодию, в какую-то определенную структуру. И тогда мы подбираем мелодию, которая позволяет нам буквально уже начать возвращаться в более естественной форме дыхания, ощущать больше равновесия, такую большую успокоенность, которая действительно влияет на то, что снижается уровень раздражения, возбуждения, напряжения, и является более такой спокойной историей. Более такой спокойной истории. Поэтому смотрите, в первом случае мы выбираем ту мелодию или ту музыку, которая буквально резонирует с нами и позволяем ее слушать много-много-много раз, отдаваясь ей абсолютно максимально, входя в это отреагирование, в это проявление до определенного опустошения. И потом восстанавливаемся в своем собственном ритме, в своем собственном дыхании. Уже как будто мы отдали то напряжение, которое у нас есть, отдали то переживание, которое у нас есть, и, соответственно, восстанавливаемся. А во второй варианте наоборот. То есть мы определяем, что мы очень сильно возбуждены, Но если мы знаем, что нам очень легко впадать в возбуждение И потом очень тяжело восстанавливаемся Нам лучше сразу перейти на вот эту компенсирующую часть И сразу начать буквально слушать ту мелодию Которая сначала может вызывать дискомфорт Но по мере того, как мы находимся с этим во взаимодействии Мы начинаем все больше и больше выдыхать И вступаем с этим в резонанс Итак, вот эти два способа И мы с вами, давайте вернемся к нашим так называемым аффектам Это про кризисы, про жизнь, ситуацию, кризисов И я расскажу уже про музыку Как то, что буквально помогает отражать Итак, для страха В отражении очень важна музыка Такая грандиозная Такая мистическая Со сменным ритмом С очень такой хаотической структурой И с нарастанием интенсивности звучания И это такая важная часть Для печали Печаль отражает та музыка, в которой есть равномерный ритм Повторяющаяся мелодическая часть Или ритмическая часть И она такая Такой с тенденцией к затуханию С тенденцией к замиранию Сейчас я договорю про эмоции и способы управления через отражение И сделаю маленький переживчик на 5 минут Дальше Если говорить про гнев То это музыка, которая очень ритмически выраженная С отрывистым звучанием С очень высокой интенсивностью И, конечно, если мы говорим про Такой эффект, как стыд и отвращение То здесь очень такой изменяемый ритм С очень четким рисунком Есть явное звучание, мелодия На фоне такого выраженного ритма Есть очень множество Модуляций, как некое высказывание своего отношения к чему-то Продолжаем И до перерыва я как раз говорила о том Что специфика музыки, которая поддерживает то или иное эмоциональное состояние Она действительно обусловлена как раз Той жизненной ситуацией, в которой мы находимся И это действительно то, на что мы отвлекаемся И, знаете, мы в этом случае, как животные Буквально через запах, не знаю, запах музыки И через ритмическую историю Откликаемся на то, что нас зовет И просто обратите внимание, какую музыку вы слушаете Вспомните, какая музыка у вас играет в наушниках Какую музыку вы откликаетесь телом и с удовольствием начинаете Пускаться в пляс А какая музыка сопровождает вашу ежедневную жизнь на земле Это вот такая важная история Поэтому можно действительно обратить внимание на то, какая чаще всего эффективная составляющая есть в вашей жизни И если мы так перенеснем листы назад И вспоминаем, что вы слушали, например, год назад, два года назад Что вы слушали в теле момента жизни И какая музыка вас сопровождала То, наверное, вы можете даже обратить внимание на то, что, например, эта музыка может быть сейчас абсолютно неактуальна И она действительно так не трогает вас И уже вы не испытываете столько, как сказать, столько влечения к этой музыке Я слушаю ее много-много-много-много раз Повторяю ее столько, сколько необходимо Максимально проявлено это, конечно, в детском возрасте Когда мы маленькие, у нас есть любимые сказки, любимые мелодии И которые, когда мы были маленькие, мы заставляли родителей или те, кто о нас заботился Слушать, ну, слушать, ставить столько раз Ну, вот пока, не знаю, пока не все А потом, как будто это проходит, и мы идем дальше, дальше, дальше Потому что действительно в отражении поддержки Есть вот эта способность к многократному повторению Которая помогает нам буквально максимально через это резонирование Отразить и выразить себя в взаимодействии с тем звучанием Которое мы слышим через наши уши и через наше тело Через наше тело И я снова попрошу Я почему-то здесь не вижу до конца сообщения Поэтому, если сложно, администраторы, пожалуйста, пишите мне те сообщения Ну, перенесите те сообщения, которые мне сейчас Александр задал как вопрос Чтобы я могла на него ответить Да, я обязательно в конце сделаю краткий обзор модуля «Музыка сердца» Ну, прям совсем кратко Потому что у нас немножечко другой фокус Другой фокус семинара Я думаю, что может быть какой-то момент Ну, когда-то будет такой семинар, который как раз Будет связан непосредственно с инструментом «Видопульс» Спасибо большое за ваш вопрос Я очень собиралась об этом говорить Итак, мы с вами идем дальше И если говорить про поддержку То это действительно связано непосредственно С резонированием, отреагированием И буквально таким эмоциональным выплеском Того напряжения, которое возникает Благодаря тому или иному переживанию И есть, конечно же, у нас и другая история Которая связана непосредственно с управлением И там есть немножечко другой фокус И этот фокус заключается как раз Часто вот в таком Не совсем контр, да Но в таком другом комплементарном состоянии Как бы то, что поддерживает и дополняет И есть очень простой механизм Мне здесь как-то хочется быть очень ясной В этой агритмической истории Смотрите, если страх Связан действительно с таким переживанием Чего-то идиозного, большого Неизвестного, непонятного, неясного То то, что помогает справиться со страхом Как раз является с ясной формой С понятным ритмом С четкой ритмической структурой Мелодической структурой и так далее Если печаль Действительно связана с тем Что есть такой равномерный ритм Повторяющая символическая часть И даже может быть тенденция к затуханию То, конечно, то, что может чуть-чуть Раздвигать печаль Это синкопированный ритм Когда акцент приходится на слабую долю Когда мы буквально немножечко Немножечко-немножечко разбиваем Вот это равномерное качание И здесь поэтому очень хороши Блюзовые ритмы Когда есть Буквально, знаете, как такой стук сердца Где есть не просто вот эти основные доли А когда вот есть удар на слабую долю Который буквально немножечко смещает Немножечко сдвигает И раздвигивает вот эту монотонность печали В гневе, там, где есть Соответственно, такая ритмическая, выраженная Активная форма Звучащая как стакката Отрывистая, высокая интенсивность То, конечно же, поддержит гнев Также ритмическая, выраженная Четко выраженная мелодия Но уже структурой и мелодичностью В ритмическом рисунке И постепенно-постепенно происходит Такое снижение звучания То есть, такой вот Знаете, мы начинаем чуть громче Потом чуть тише, 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 тише И переходит на максимально равномерное Такое равномерное мелодичное звучание То есть, потому что если есть в гневе эта рванность То нам нужно ее буквально связать От этой мелодии И если говорить про Аффект стыда и отвращение То здесь, смотрите, с одной стороны Чем он характеризуется Таким изменяемым ритмом, четким рисунком И вот такое множество модуляций Множество изменений Когда буквально есть какая-то Такая очень своя, особая, характерная история То вот это множество модуляций Нам очень важно изменить на практически отсутствие модуляции в теле И мы возвращаемся к такому равномерной мелодии Без таких оценочных эмоциональных оттенков Поэтому вот другая полярность Это будет комплементарная история То, что будет создавать другую полярность Это равномерный ритм Главичное звучание И когда есть явное звучание мелодии На фоне выраженного ритма Без вот таких характерных модуляций Без характерных каких-то вот Оттенков и звучаний Поэтому, когда нам нужно управлять Управлять эмоциональными состояниями То мы действительно находим вот эту другую полярность И здесь, конечно, нам очень важно Обращать внимание все-таки на привлекательность И непривлекательность мелодии На привлекательность и непривлекательность музыкального инструмента И в данном случае Мне очень хочется обратить ваше внимание На специфику все-таки индивидуальности человека И у нас у каждого есть свое собственное пристрастие У каждого есть своя культуральная особенность Те мелодии, на которых мы выросли Те звучания, которые очень привычные нашему уху И связаны с безопасностью Вот буквально сегодня, когда я вела семинар Мы говорили тоже про различные звучания И для кого-то максимальная безопасность Возникает при звуке самолета Потому что люди жили рядом с аэропортом Мы там все время взлетали самолеты И все буквально первые счастливые дни детства Такое, не знаю, колыбели отношений Они совершались под звучание взлетов самолетов И для этого человека И для этого человека Как раз эти звучания самолетов И такие у-у-у-у Взлеты Реактивные, нереактивные Разные-разные Они создают как раз наоборот Такое пространство выдоха И такого большего удовольствия Улыбку и так далее А для другого, который вырос в тишине Может быть, там, не знаю, где есть Ну, не знаю, в деревне, например там, где очень много звуков, природных звуков. Это является такой возбуждающей историей. Человеку невозможно заснуть под эти звуки, он испытывает напряжение, раздражение, это очень сильно его фрустрирует. И этот человек будет все равно возвращаться в такое естественное звучание тишины, поддержки, будет искать эту историю тоже в звучании, тоже в мелодии. Поэтому везде есть своя специфика, которая обусловлена семейными ситуациями, которая обусловлена культуральным аспектом, которая обусловлена тем, что индивидуальными особенностями нашего организма, потому что у нас у каждого человека есть своя нервная организация и свой порог чувствительности к тому или иному звучанию. И для кого-то непереносимые высокие звуки, и очень плохо воспринимаются высокие звуки, и появляются очень высокие возбуждения. Это все зависит от нервной организации. Для кого-то сложно переносимое низкое звучание. И так далее. И, конечно, очень удивительная история. Сейчас вот, когда я говорю про звучание, особенно про переносимость и непереносимость, я хочу пригласить вас вспомнить, как звучит ваш голос на аудиозаписи. Как правило, это всегда очень неожиданная встреча, потому что наш голос внутри звучит гораздо иначе. И есть некоторые наблюдения и исследования, которые показывают, что вот тот голос, который звучит внутри у нас, наш голос, это тот голос, который мы ищем и снаружи. Потому что таким образом выстраивается вот эта особо резонирование коммуникации. А когда мы говорим «довне», наш голос звучит совсем иначе. И самое любопытное, что этот голос достаточно приемлем для многих других людей, а для нас самих он кажется очень каким-то странным. Нам нужно время для того, чтобы привыкнуть, потому что звучание изнутри вовне и слышание изне вовнутрь, оно очень разное. Оно, правда, очень разное, и восприятие немножечко вот это меняется. меняется наше. Поэтому, когда мы говорим про, опять-таки же, про эмоциональное переживание, про эмоциональное отражение, то когда мы слушаем свой голос на плёнке, мы начинаем соединяться с теми эмоциональными переживаниями, которые мы испытывали тогда. И мы начинаем с этим резонировать. И это всегда для нас такое, ну, такое странное состояние, потому что мы, как правило, себе не отдаём отчёт, что с нами происходит. Нам-то кажется, что у нас всё прекрасно, или нам-то кажется, что вот у нас так. А когда мы начинаем это слышать изне, тогда это приглашает к очень какой-то, ну, такой, не знаю, к такому интимному переживанию себя. И другая история, когда мы звучим изнутри вовне, потому что когда мы звучим изнутри вовне, мы эмоционально соединяемся с теми чувствами, даже, может быть, неосознанно. И тогда вот наш голос, который звучит у нас внутри, он очень буквально отражает наше состояние. И это для нас более естественно, что ли. И это для нас лучше переживается, нежели чем мы слышим из него внутрь. Вот есть вот такой перевёртыш. И мы с вами идём дальше. Идём дальше и переходим к шагам изменения эмоционального состояния методами музыкальной терапии в активной и пассивной форме. И сейчас я расскажу эти шаги. Их не так много, они достаточно простые. И потом я скажу про сам, собственно, алгоритм и про то, как с этим вы можете, извините, работать в бытовых условиях. Да, буквально то, что вот у нас есть под рукой, то, что мы можем делать для себя и помогать на бытовом уровне, помогать тем, кто находится рядом с нами. Итак, есть буквально эти три шага. Начало, сам процесс и завершение. Итак, мы всегда начинаем с называния. С названия или обозначения своего эмоционального состояния. И здесь нам как раз помогают те клавиши мозга, про которые я говорила. Когда мы буквально обращаем внимание на те мысли, которые к нам приходят. Когда мы буквально обращаем внимание на наши телесные ощущения. Когда мы буквально обращаем внимание на то, что происходит в реальности, на наши потребности, которые утворяются и не утворяются. когда мы обращаем внимание на наш способ суждений в данный момент времени и так далее. И нам очень важно это назвать, то есть буквально назвать, что я сейчас переживаю, что сейчас со мной происходит, на что я так отреагировал, или что откликается внутри меня, что со мной происходит. И важно буквально это описать. То есть назвать – это описать, не оценить, что это плохо или хорошо, что это надо избавиться, о, Боже, это ужас, гневаться плохо, о, Боже, это ужас, нельзя испытывать такие чувства. Нет, это всё суждение. Важно это просто описать. И, соответственно, связать это с той ситуацией, в которой вы находитесь, насколько это возможно. Даже если вы не можете связать ситуацию, ничего страшного. Главное хотя бы обозначить это на любом уровне. На уровне, знаете, начиная с того, что мне плохо и хорошо, мне опасно и безопасно, мне тревожно или печально, мне... Я чувствую себя уставшей, имела все потери сил, апатии, или я чувствую какое-то там терезмерное возбуждение, меня буквально трясёт. То есть вот это то, что как раз связано с эссоциальным переживанием. И важно, чтобы это вы назвали на том языке, на котором вы можете это назвать. Иногда очень помогают, знаете, такие листы эмоций, когда, ну вот сейчас их достаточно много в интернете, и можно буквально себе распечатать все названия, мы же не всегда так эмоционально подкованы, эрудированы. И не знаем все названия, но мы можем, по крайней мере, чуть-чуть подобрать, да, вот тоже опять вот такому принципу отражения. И следующее, важно просто признать и принять важность этого переживания здесь и сейчас. И то, что оно есть здесь и сейчас, это важная часть вашей жизни в данный момент времени. И от этого избавляться не полезно. То есть избавляться как выкинуть там, не знаю, как-то, не знаю, не полезно проявляться. Важно найти возможность и способ, это, есть такое слово в психологии, контейнировать. То есть если перевести это на такой телесный язык, это буквально как можно обнять, да, или как можно вот держать, держать не в смысле там, не пускать никуда, а в смысле вот обнять и вот дать вот это вот ощущение прикосновения важности здесь и сейчас. То есть контейнировать, дать этому возможность быть. И дальше важно для себя ответить на вопрос, что для меня сейчас было бы полезно. Мне хочется это выплеснуть или мне хочется себя как-то успокоить? Ну или как-то себя привести там, ну как бы в другое противоположное состояние. Вот если хочется выплеснуть, тогда нужно идти вот в сторону поддержки. То есть поддержки, отражения вот этого материального состояния. Ну буквально создание вот этого резонанса и проявленности этого состояния. И здесь опять-таки же, вы спрашиваете, что для вас было бы полезно? Сейчас зазвучать самим, да, или на самом деле нет сил, да, и вот как бы вот, ну я могу только сейчас вот быть вот в слушании, как бы в восприятии. И на этот вопрос на самом деле мы всегда можем ответить, потому что если есть моторная реакция, то есть когда тело начинает само двигаться или проявляться, вы видите движение в теле, тогда важно это выражать. Если есть застывание, такое замирание, тогда важно, ну, тогда важно создать резонанс для выражения. То есть тогда, наоборот, мы выбираем вот эту пассивную форму звучания. И в первом случае, когда мы выражаем, то даже если мы используем слушающую музыку, не сами звучим, ну, как бы просто сами звучим, то тогда под эту музыку мы начинаем звучать и двигаться. И это очень важная часть, потому что без этого не восстанавливается вот это наше эмоциональное, как бы, ну, мы не возвращаемся к своему эмоциональному равновесию. Если же у нас, то есть вот нет вот этого, нет сил на нахудивание или нет движения этого, тогда мы буквально слушаем, слушаем до тех пор, пока вот не появится, ну, хоть какая-то возможность там дышать, отдыхать и как-то реагировать. То есть это может быть слезы, это может быть покраснение, это может быть учащение сердцебиения, это может быть потоотделение, то есть это могут быть какие-то физиологические реакции, которые приводят буквально к такому вот, ну, к живому состоянию, когда, может быть, даже появится возможность крикнуть там или как-то. И следы, и вот то, что я сейчас говорю, это принципное делание простых шагов, слушание, музыкирование, локализация и так далее. То есть это такой третий шаг, то есть уже непосредственно само делание. И четвертый шаг, который, ну, не является, собственно, шагом как изменения, это четвертый шаг, это как, ну, такой шаг, поворот головы назад и обозначение всего пути от начала до конца, то есть как такое вот воспоминание, слепок, и посмотреть, что было в самом начале и что произошло сейчас. То есть такой вот анализ первичного состояния, который был у вас до момента воздействия музыкой и то, что есть сейчас. То есть, ну, это такой просто анализ. Вы можете его делать, можете не делать. Анализ необходим для того, чтобы нарабатывать вот этот навык управления своим состоянием. Для того, чтобы в следующий раз, ну, как бы эти шаги, они были, ну, гораздо, ну, как бы более, ну, более легкими, что ли, более легкими. Да, когда мы, ну, знаете, когда вот мы начинаем вставать, когда вот ребенок начинает вставать, он встает, 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 упал, и потом ему очень сложно встать. А вот по мере того, как мы обладеваем прямохождением, когда мы обладеваем различными формами и способами перемещения в пространстве, то вот мы, ну, даже если мы упали, то мы находим возможность встать, ну, практически там из любого положения и, ну, вернуть себе вертикаль, ну, конечно, если у нас там, не дай бог, там что-то не поломано. Вот. Это такая, ну, как бы такая важная вещь. Поэтому вот этот навык, он, этот четвертый шаг, этот рефлексивный шаг, он помогает вырабатывать навык вот этого возвращения, вот этого восстановления, этого резиленца. И, соответственно, каждый раз, когда мы вновь и вновь обращаемся к описанию, к пониманию того, как я там дышу, не дышу, чувствую, не чувствую, появляется у меня вот эта способность проявлять свое эмоциональное состояние, быть с ними в контакте, позволяем ли мы это себе делать в безопасных условиях для проявленности выражения и слушания, ну, тогда вот у нас все больше и больше приходит состояние эмоционального благополучия. Потому что слово благополучие – это буквально, когда мы получаем некое благо от того, что мы проявляем, мы проявляем себя в той дальности, которая есть. Когда мы буквально, ну, когда буквально у нас, не знаю, все в порядке, когда у нас буквально каждая вещь лежит на каком-то своем месте, когда мы буквально, ну, не знаю, не запихиваем, знаете, как бы в шкаф, там, как попало, лишь бы скрыть, там, потому что там нельзя показывать, потому что пришли гости. А когда мы буквально складываем, ну, вот то, что необходимо на каждую полочку и не боимся, что это в ненужный момент вывалится, отвалится дверка, и как бы все, ну, все вот рухнет, ванит там на пол. Поэтому, действительно, для того, чтобы не достигать того, то, что уже отвалились все дверки, все вывалилось на пол, и потом мы не знаем, что делать, то ли шкаф чинить, да, то ли вещи разбирать, то ли там, куда бежать, в какое направление, когда уже буквально начинает сыпаться наш организм, потому что когда очень много эмоционального напряжения снимает, эмоциональное напряжение, оно что делает? Оно, то есть, а что оно делает? Оно приводит состояние организма, как бы в такое вечно, переживание себя в вечном стрессе, а все органы начинают работать в режиме SOS, и, естественно, иммунитет, то есть иммунная система, она выхолощивается, вымывается из организма, и мы начинаем просто соматически заболевать. И, конечно, ну, то есть это уже алярма, то есть это уже, как бы, ну, это уже совсем такая крайняя ситуация, но только этот момент приводит нас к тому, что мы начинаем обращаться уже там к врачебным историям, и которые действительно, ну, там уже тратимые средства, и время, и перестраиваем свой собственный режим, и график для того, чтобы восстанавливать уже свое здоровье. И там уже совсем другая история. Поэтому для того, чтобы действительно поддерживать свое эмоциональное благополучие, то есть буквально раскладывать, как бы, все по своим полочкам, по своим местам, очень важно, ну, очень важно, ну, заниматься описанием в своем цельном состоянии и посвящать этому времени, ну, так же, как вы посвящаете время мнения, так же, как вы посвящаете время тому, что вы очистите там разные части тела и приводите себя в порядок, ну, и что-то, что-то делаете такое еще, одеваете себя, не знаю, как-то заботитесь о себе вот этим интересным способом. То же самое требует в нашем цельном состоянии. И музыка в данном случае является, ну, такой водой, наверное, водой для наших эмоций, которая помогает нам, ну, помогает нам справляться с различными жизненными ситуациями, без которых, ну, жизнь не бывает. Вот она есть. И мы всегда что-то теряем, всегда с чем-то встречаемся, таким, ну, страшно неизвестным, и всегда что-то это есть. Ну, и теперь, как же выбирать музыку, да, какие же шаги мы можем делать? Здесь очень хочется остаться абсолютно на таком, как бы опять бытовом уровне. Итак, для того, чтобы выбрать музыку, важно обойти вещи. Какое эмоциональное состояние, какое эмоциональное переживание у вас вызывает музыка? Она может быть приятной и неприятной. Также, то есть, какое предпочтение у вас есть, да? У вас есть любимые мелодии, которые, ну, как-то уже, ну, из-за дня в день, из недели в неделю, там, не знаю, из года в год, ну, как-то очень отвоевали свое первенство и право быть, какие-то такие вот ценности, про то, что я говорю, такая ценная, там, любимая мелодия, да, которая вот не может быть нелюбимой, потому что вот она выбранная, она какая-то очень такая важная и значимая. Это может быть, ну, ситуативная, но она может быть действительно такая мелодия, там, не знаю, всей вашей жизни, там, любимые песни, которые вы поете, или любимые, ну, любимые треки, ну, любимая музыка. Или любимые, которые совсем навсегда вам не нравились, когда вызывают у вас, ну, какой-то, да-да-фу. И третья история – это музыка и способ взаимодействия. То есть есть музыка, которую просто сильно выслушаете, там, при дыхании сердца, его готовы слушать, 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 слушать. А есть музыка, которая приглашает вас к некой активной форме, двигательной форме. И здесь абсолютно не важно, какая она ритмическая или мелодическая, то есть абсолютно не важно. То есть есть вот такие вот разные способы слушания. И вы для себя, конечно же, лучше всегда выбирать приятную, любимую. И, ну, уже способ слушания, способ взаимодействия, он очень связан с тем, что, как бы, с тем, что сейчас актуально, на данный момент времени. Я уже об этом говорила ранее. Ну, и, конечно же, важно обратить, когда вы работаете с этим состоянием, и важно, ну, запомнить простые шаги по составлению плейлистов. Сначала выберите все любимые мелодии, которые у вас есть. Ну, чтобы не запутаться, не так их должно быть много, ну, не больше, например, 10-12. И проанализируйте их с точки зрения вот этих характерных особенностей. Какой ритм, какие инструменты там играют, есть там наличие и отсутствие голоса. С каким аффектом, ну, как вот, с каким аффектом эта мелодия может быть связана. И, соответственно, ну, в каком направлении, там, поп, рок, там, продюс же, рен-би и так далее, то в каком направлении все это есть. И может быть, это вообще звуки природы, такие естественные звуки. Может быть, это, ну, не знаю, там, джаз, блюз. То есть, ну, как бы, это может быть очень, очень, как бы, разная история. Там, цифровая музыка и так далее. И, исходя из анализа, определите влияние той или иной музыки на ваше психофизическое состояние. То есть, что эта музыка с вами делает? Она вас успокаивает, возбуждает, настраивает на что-то, вдохновляет, я не знаю, приглашает к воспоминаниям и так далее и тому подобное. А следующее, попробуйте, вот, ну, чуть-чуть подвигайтесь и позвучите вместе с наиболее откликающимися для вас и приглашающими к двигателям, каким-то, может быть, если не двигателям, то физиологическим реакциям в слушании, там, то, как длиннее сердце, замирание сердца, там, не знаю, как-то, вот, да и что-то с дыханием происходит. Приходят какие-то образы, ну, я не знаю, как-то по-другому вы начинаете переживать вот эту реальность. И обращаясь внимания на эти композиции, выберите из его списка от двух, ну, как бы, до пяти мелодий в зависимости вот от своих, от своих переживаний. И дальше создайте из этих мелодий мелодическую композицию, отвечающую вашей внутренней логике. Ну, как бы, ну, вот какая-то внутренняя логика, знаете, как вот пишется сценарий, то есть есть начало, есть развитие и есть завершение. То же самое и здесь, то есть есть музыка, которая, ну, вот, ну, буквально, ну, как бы, буквально, там, отражает ваше состояние здесь и сейчас, да, и приглашает вас к какому-то, вот, ну, не знаю, в какую-то встречу. Потом следующая мелодия, следующая мелодия, следующая мелодия, следующая мелодия. И после того, как вы составите этот список, посмотрите на пункт 2, то, о чем я говорила, что исходя из анализа, определите влияние той или иной музыки на ваше психическое состояние. Буквально, ну, вот, запишите, то есть этими глаголами, что она сделает там, успокаивает, возбуждает, настраивает, ну, и так далее, и тому подобное. И уже из этого составьте такую мелодическую композицию, плейлист, и это готово к прослушиванию, и таким образом вы можете создавать ресурсную для вас музыку, поддерживающую музыку, музыку, которая направлена на то, чтобы, не знаю, вас успокаивать, музыка перед сном, музыка вашего доброго утра, музыка выходного дня и так далее, и тому подобное, в зависимости от актуальной жизненной ситуации и от того, что происходит вообще в мире. Вот. По этому моменту у меня все. Спасибо большое. И сейчас мне очень хочется ответить на вопрос Александра про то, что я не могла бы сделать короткий обзор модуля музыки сердца в виде пульс. Действительно, когда мы измеряем пульс, у нас есть своя определенная ритмическая история. И в зависимости от нашего эмоционального состояния у нас меняется частота пульса. Частота пульса и, соответственно, сила удара. И на основании этого создается вот такая поглановая диагностика. И дальше в этом модуле есть различные опции. То есть мы можем, соответственно, выбирать, то есть это такая ритмическая составляющая. Мы можем выбирать различного рода инструменты, мы можем выбирать различную модуляции, тональности и, соответственно, составлять для себя ту музыку сердца, которое вам откликается. И здесь на сегодняшний момент времени все-таки важно обращать на этот телесный комфорт и дискомфорт. Дело в том, что мудрость тела такова, что тело откликается на то, что ему полезно. И в связи с этим есть уникальное исследование, которое буквально меня поразило. Проводилось исследование среди людей, которые исцелились от рака. И было более, по-моему, не знаю, пятистали, там, тысячи даже респондентов. Я не помню количества, но достаточно большое респондент, большое количество людей принимали участие в исследовании, которые исцелились от рака. И искали максимально эффективный способ. И действительно удивительно то, что все те, кто исцелились, по большому счету все исцелились каким-то очень своим особым способом. И единственное основание, по которым могли найти соединенности между этими людьми, то, что они начинали проявлять себя в той проявленности, которая их звала. То есть они начинали позволять себе быть проявленными в звучании, в движении, в каких-то действиях, в каких-то поступках. Они начинали себе позволять себя проявлять. И это является свидетельством того, что опираясь на мудрость тела, на тот резонанс, который есть в теле, мы действительно создаем для себя уникальную карту поддержки, уникальную схему карты поддержки, уникальный такой плейлист, если говорить о музыке, или там визуальный плейлист, если говорить о музыке, уникальную коллекцию картин, если говорить о визуальных образах, уникальную коллекцию своих собственных действий, таких каких-то очень поддерживающих для нас, которые нам помогают не только выживать, но также еще и продуктивно жить в нашей простой жизни. Не простой жизни, потому что каждый раз жизнь перед нами ставит определенные задачи. И каждый раз для нас это является таким шагом, вызовом к тому, чтобы проявить свою собственную активность и свою собственную взрослость и зрелость по овладению навыком жить. Потому что жить каждый день – это такая хорошая работа, которая приглашает нас к определенной дисциплине, и в которой есть не только соблюдение гигиены, которая отвечает за чистоту нашего тела извне, но также и гигиена нашей души, которая отвечает за наши эмоциональные переживания. И для кого-то важно стучать на барабанах и получать такое потрясающее удивительное органическое удовольствие от ощущения вот этого драйва. Кому-то очень важно окружать себя колокольным звоном и буквально резонировать и очищаться через колоколад, действительно колокольные резонаторы или там чаши, которые по чакрам выстраиваются. Это буквально то, что помогает нам очищаться и быть в контакте. Кому-то важно, кому-то очень важно окружать себя звуками живой природы и слышать стрекоз, гузнечиков, жужжание пчелы, там, не знаю, журчание ручья и шелест листвы. Это то, что сильно очень поддерживает, вдохновляет и буквально объединяет и создает такое ощущение благости и возвращает нашему самому благополучию. Кому-то очень важно кому-то очень важно слушать телемные инструменты, не знаю, джаз-банды или, например, классической музыки, потому что это то, что очень поддерживает, вдохновляет. Это как раз вот та история, ну, как бы, та история, которая есть. И, конечно, если говорить про недопуст, то вы не сами это делаете, и здесь очень важно проконсультироваться со специалистом, который вам поможет правильно, может быть, и подобрать инструменты и делать модуляцию. Ну, вот самое такое, ну, как бы, самый такой, не простой, конечно, но, тем не менее, самый такой, удобоваримый, такой приятный, приятный, удобоваримый, естественный способ отобрать внимание на то, как это резонирует у вас действительно с вашим сердцем, с вашим пульсом, и как вам становится от вашей, как бы, вот, от того, что вы слышите, то, как вы звучите. Я, опять, к сожалению, не вижу сообщений, у меня как-то так устроен мой гаджет, что я вижу только, что Александр что-то написал, а не вижу, что там, что там написано, поэтому я еще раз попрошу администратора мне прислать, очень неловко это делать, и тем не менее, я иначе не смогу увидеть то, что написал Александр. у нас с вами такая особое, особое такое взаимодействие, да, вот говорящий голос, да, и такой буквами голос, который есть. Аминистратор, напишите, пожалуйста. Ну, вижу я пока. У нас с вами осталось буквально 6 минут на завершение, и если есть, может быть, у кого-то какие-то вопросы или, ну, какой-то, не знаю, какая-то обратная связь, пожалуйста, проявитесь, очень хочется вас хотя бы через буквы услышать, как вам было вот это путешествие, которое называется практические инструменты музыкотерапии для достижения эмоционального благополучия. кто-то здесь, кто-то со мной еще. Ага. И Марина пишет спасибо. Я тоже отвечаю спасибо. Очень как-то хочется тоже так вот так ответить. Да, будет задание, и я понимаю, что задание будет выслано, и задание связано с тем, что вам нужно составить этот плейлист, про который я сейчас как раз говорила. Итак, вам необходимо составить плейлист для себя. Сейчас еще раз его повторю. посмотрите на свои мелодии, которые есть у вас в вашем плейлисте. Выберите из них наиболее любимые мелодии, те, которые с вами находятся с чем вы находитесь в каком-то вот... Ну, чаще-чаще вы их слушаете. Проанализируйте их характер, ритм, из какого они направления, инструменты, наличие и отсутствие голоса для себя. И исходя из анализа, определите влияние данной музыки на ваше такое психическое состояние, которое успокаивает, возбуждает, настраивает и так далее. И дальше попробуйте, ну, побудьте в контакте с этими мелодиями, которые есть. Обратите внимание, какая вот ваша реакция. Более активная реакция, да, или более, ну, такая, пассивная реакция. То есть вы активнее вы проявляетесь, звучите, вам хочется танцевать, двигаться, петь, ну, как-то вот, я не знаю, подстукивать там, может быть, это ваш такой способ. Или наоборот, там, слушать, замирание в сердце, быть в таком вот контакте с тем, что есть здесь сейчас. И из этого списка выберите не более пяти мелодий. То есть не более пяти мелодий. И составьте из них мелодичную композицию, которая отвечает вашей внутренней логике и буквально назовите ее. Для чего она? То есть она там для, не знаю, восстановления, для поддержки, там, это, не знаю, музыка доброго утра, которая настраивает вас, там, не знаю, на такой, пойти на рабочий день, чтобы, не знаю, чтобы все полосы вашего дня были такие белые или разноцветные. Вот. Ну, и так далее. И, соответственно, вот пришлите этот плейлист вот с таким описанием. Это будет такое маленькое домашнее задание. Вот так. И наше время завершается. И мне как-то сегодня было очень приятно находиться с вами и быть в таком взаимодействии. Я очень благодарю за ваш проявленный интерес и надеюсь, что мы встретимся с вами еще не раз в этом пространстве, которое организовывает компания «Видопульс» и, ну, не знаю, создаёт такое пространство для музыкотерапии, поддержки эмоционального здоровья, физического здоровья и эмоционального такого эмоционального проявления жизни не только вообще, да, в жизни, но и с отдельными, может, каким-то там контекстами, заболеваниями или ситуациями жизненными и так далее. Огромное вам спасибо. Всего доброго и прекрасного вам вечера или ночи или дня в зависимости от того, где вы находитесь и по какому времену поясе вы находитесь. Я сейчас вещаю из Красноярска, у меня сейчас здесь семинар, и вот у нас уже совсем прям такая, прям уже прям вечер, вечер ближе к ночи. Спасибо большое, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok